У меня сегодня короткий доклад про байсовское программирование, про работу Солохуддинова и сотоварищей. Мотивация. Вообще с чего начинается работа? Работа начинается с вот такого обоснования, что любой предмет представляется человеку как совокупность связанных между собой понятий. Для примера, это прекрасное транспортное средство, которое в красном квадратике. Во-первых, его можно представить как какое-то понятие, которому соответствуют другие понятия на колесах. Здесь представлены всякие автомобили, мотоциклы, моноколеса и так далее. Во-вторых, этот предмет декомпозируется на разные вещи, на разные составные части. На руль, на основу, опять же, на колеса, с помощью которых мы можем составить какие-то другие объекты. Ну, в данном случае, я не знаю, как это называется, наверное, уницикл. И третье, когда у нас есть такой предмет, мы можем на основе вот этого понятия порождать другие объекты, другие объекты или тоже другие понятия. То есть здесь видно, что по вот этому объекту мы можем породить два других объекта. Это изображение того же транспортного средства, но немножко там по другим наклонам и немножко по-другому изображенный. То есть, в принципе, на основе одного объекта человек делает очень много вопросов о его составных частях, о том, какому концепту, какому понятию этот объект принадлежит и как их можно вот как-то вместе скомпонировать. В принципе, работа именно об этом, о том, как вот эти все знания извлечь из какого-то одного центрального объекта. Олег, прошу прощения, а Слахудинов вот эту четвертую картинку, он приводил в качестве примера допустимого объекта или недопустимого объекта? Боюсь, что сейчас могу соврать, по-моему, допустимого объекта. Ну, то есть вроде как это все-таки, ну, какое-то такое экзотическое транспортное средство, оно вроде существует. То есть, скажем, колесо и на нем три руля, это тоже нормально, да? Ну, скорее нет. То есть, в том числе человек не на основе этого транспортного средства, а на основе там какого-то своего бэкграунда, выучивает, какие отношения между составными частями допустимы, какие отношения между составными частями недопустимы. И три руля будут входить в понятие недопустимых отношений. Ага, а мотоцикл с одним колесом, это типа допустимо? Ну, вроде как они все-таки есть. То есть, в каких-то фильмах они были все-таки. То есть, это экзотика, но они есть. Ну, хорошо, понял, спасибо. Идею понял. Ага, сразу такой маленький дисклеймер. Если кто-то решит тоже поразбираться с этой работой, то в принципе, ну вот если ввести Bison Programming, то выводится вот эта статья, которая опубликована в Science. Вот по ней что-то понять достаточно сложно, потому что это компиляция двух работ, вот этой и вот этой. Во второй работе описывается именно мотивационная часть о том, как там обучение машин, а в третьей части рассказана математика. В первой части не рассказана ни математика, ни психология. В общем, она такая больше программная, и по ней что-то понять сложно. Постановка, на которой, ну вот, работа построена следующим образом. Сначала идет мотивация, вот это вот про то, что человек выучивает те или иные понятия, а потом они рассматривают в качестве такого модельного эксперимента вот такую постановку. Они работают с датасетом Omniglot. Это датасет, в котором есть много-много-много изображений, букв, написанных на разных алфавитах стран мира. Там, по-моему, порядка 60, что ли, алфавитов. Они все скомпилированы как бы в один датасет. И постановка, с которой они работают, это OneShot Classification. Как она выглядит в их интерпретации? Для обучения даются размеченные там где-то половина всех алфавитов. При этом в эту половину входит в том числе шесть самых распространенных мир и алфавитов. Сделано это специально, ну, чтобы условно наша модель что-то понимала о мире. В данном случае о мире букв в этих алфавитах. На время теста нам дается не увиденные нами до этого 10 алфавитов. И модели дается одна буква, вот, например, вот эта вот красная буква, и дается 20 букв из того же алфавита с вопросом, какой из этих букв соответствует красная. То есть у нас есть два варианта написания одной и той же буквы. Надо ответить, вот, где они находятся. Классно, я ответить не могу. Вот про вот эту картинку я, честно говоря, не помню ответ. По вот этой картинке правильный ответ вот оно. То есть вот эта и красная буква, это одна и та же буква в алфавитах. Да, а вот по правой. По правой я даже, честно говоря, не вспомню. А, ну вот, наверное, она вот здесь. По крайней мере, похоже. И, в принципе, они апеллируют к тому, что, ну, вот, такие работы с алфавитом, с визуальными понятиями, это такой суперупрощенный тест Юринга. То есть визуализированный тест Юринга на различие между поведением машины и человека. В работе они выделяют три основных подхода, которые вот позволяют говорить о том, что их модель похожа на человека с точки зрения мышления. Первое – это композиционность. То есть объект, в данном случае буква алфавита, разбивается на несколько элементов. При этом каждый элемент характеризуется своей генеративной моделью. Вот, в принципе, про генеративность они мало что говорят. Ну, то есть не обращают на это внимания. Но, мне кажется, самый интересный момент для работы аж 2013 года – это то, что абсолютно все элементы здесь являются генеративными. То есть дискриминативность они вообще не используют как понятие. Вторая концепция – это причинность. Над элементами вводится вероятностная иерархия. То есть внутри буквы вот эти все элементы у них есть иерархия. Что следует зачем? При этом элемент сам по себе тоже представляется в иерархическом виде. Они разделяют букву как токен и тип токена. Токен – это условно, я не знаю, буква. Вот эта буква, характеризующаяся всеми вариантами написания. То есть вот эта буква и вот эта буква, они принадлежат одному токену. Одному типу токена, извиняюсь. А сам токен в их нотации – это вот один из вариантов написания буквы. То есть, условно говоря, кластер, в котором все варианты написания буквы, и сама буква. Так, я боюсь, я сейчас всех запутал. Уважаемые слушатели, я про токены и типы токенов нормально объяснил? Понятно? Плюс-минус. По-моему, нормально, да. И обучение обучению, ну, здесь оно, они выделяют его как еще одну концепцию. По факту никакого там страшного металернинга они не делают. Они говорят о том, что настройка гиперпараметров, по которым из типа токенов, то есть из типа буквы выделяется сама буква, это как раз обучение обучению. То есть, насколько мы можем настроить гиперпараметры таким образом, чтобы написанные машиной буквы соответствовали человеческим буквам. Вот. Сама модель, ну, здесь просто скриншот из самой статьи. Здесь, на самом деле, достаточно все кратко и тезисно написано. Ну, в общем, сама модель представима следующим образом. У нас есть тип токена или здесь вот где-то вместо токена написано символ. В общем, тип токена характеризуется следующими вещами. Это, во-первых, линии, которые используются при написании буквы. Линии при этом разбиваются на подлинии, каждая из которых характеризуется своим кубическим сплайном. Но это не особо важно. В общем, в любом случае, это линии и отношения между линиями. Отношения между линиями здесь представимы вот так. То есть, между каждой линией задается одно из трех отношений. Либо линии совсем независимы, либо линии начинаются или заканчиваются в одном и том же месте, либо одна линия начинается где-то в середине второй линии. Вот. Ну и, в принципе, вся вероятностная модель характеризуется вот такой штукой. К – это количество линий, входящих в нашу букву. Вот здесь я запутался лично, потому что два вопроса. И вот линии, строу, да, это токены же. Линия… Тогда получается. То есть, где здесь токены? Смотрите, еще раз. У нас есть тип токена и токен. Да. А тип токена – это абстрактная буква. А, то есть, вот у нас в синониме тип токен – это character type, да? Да. Окей. А, то есть, токен – это character. character, вот, тип токена, ну, в смысле, просто токен – это объект, это же character, тип токена – это тип буквы, класс буквы. Ага, понятно. А линия и отношения между линиями, которых почему столько же, сколько и линий, хотя, вообще говоря, должно быть капа на капа минус один пополам. Ну, а там они вводят именно их последовательно. А, ну, в смысле, человек рисует их последовательно и, наверное, да, и непонятно. Ну, хорошо. И второе, и это, наверное, даже важнее, было написано раньше, что у нас нет принципиально задачи построить декримативную модель, а есть только задачи построить порождающую модель. Хорошо. А как мы тогда тип токена будем классифицировать? Насколько я помню по правдоподобию. Вот про это я, боюсь, я не слишком хорошо вчитывался, но просто аргмаксом по правдоподобию. Какое правдоподобие соответствует больше тому или иному токену? Даже здесь у нас, да, вот после произведения, да, у нас произведение по типам, господи, не по типам, а по линиям, да, и по релэйшенам при условии линий. И, ну, нет, это, за это все равно не подтянешь, но все равно непонятно, да. Ну, ладно, извините, да. Ну, в любом случае у нас вот есть такое правдоподобие для типа токена или character type, а на уровне, на уровне самих токенов, токен level, там добавляется еще несколько переменных. Условно говоря, у нас теперь есть там вероятность отношения для текущего токена при условии заданного распределения отношений на уровне типа и так далее, и так далее. Ну, вот такие вот, типа, небольшие шумовые компоненты. Плюс есть sigma, epsilon, которые задают, как бы, шум при написании самих линий, то есть при условии вот этих вот строк. Вот, то есть, ну, вот такая вот двухкомпонентная моделька, она задает все описание нашего алфавита. Вот, здесь есть еще одна интересная картиночка, которая все объясняет. То есть у нас есть примитивы. Примитивы, по сути, это, насколько я понимаю, это как раз под строки. То есть там есть статья, описание, что под строка задается там сплаймами. Дальше у нас эти примитивы объединяются в строки, в части. Дальше они склеиваются с какими-то отношениями. Вот здесь как раз приведены два типа отношений. Это когда along, то есть где-то условно в середине начинается склейка, или в начале. И после этого уже вот на этом уровне мы получаем типы токенов. После чего мы можем порождать с помощью генеративной модели из типа токенов уже сами токены с каким-то шумом, который мы учим как гиперпараметры модели. Один цвет – это одна линия. Да. Вот. Один цвет – это одна линия. Окей, хорошо. Все тогда. Ну да. А вот этот на четвертом уровне внизу, вот этот маленький кружочек, который соединяет две линии, да, красную и зеленую, да, это relation. Ну да, 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 да. Все, супер. Нет, по-моему, сейчас все склеивается, да, сходится. В общем, результаты здесь следующие. Я здесь затрудняюсь ответить. Опять же, извиняюсь, не вчитывался, что такое динамика from time and unconstrained. Вот. Здесь интересны вот эти, ну, как мне кажется, концептуально интересны вот эти два, две диаграммки. Первая – это one-shot classification. Здесь сравнение с людьми. Люди классифицировали через mechanical torque, то есть это механизм, позволяющий там привлечь много-много народу для какого-то человеческого сравнения с разрабатываемыми моделями. И видно, что ошибка классификации у Bison Programming ниже, чем у даже у человека. Не сильно, но ниже. Вот. И любопытен вот этот эксперимент. Ну и, в принципе, все вот эти столбики. Просто я, опять же, затрудняюсь с подробностями эксперимента ответить, в чем здесь принципиальное отличие. Это, по сути, там проводился еще один эксперимент, где как раз генерировались токены, и людей спрашивали, кем они сгенерированы, человеком или машиной. Ну, то есть вот какой-то суперпростой тест Юринга. Если больше, чем в 50 случаях человек ошибается, значит, условно говоря, наша модель, этот упрощенный тест Юринга проходит. И видно, что в одной из установок эксперимента количество ошибок человека при попытке ответить, оно ниже 50%. Точнее, процент ошибок выше. То есть модель вот в некотором понимании даже работает лучше, чем человек, и человек не может отличить эту модель от другого человека. Они там где-то писали, что они обманули шесть комитетов Тьюринга. Вот как-то так. По-моему, это очень круто, да. Вот. В принципе, по содержательной части у меня, наверное, уже все, потому что больше по этой работе ничего интересного нет. Я бы здесь хотел еще продолжить просто со своим мнением, где нашли продолжение описанной концепции, но это уже такое обсуждение, поэтому предлагаю сначала обсудить вообще с вашей точки зрения, где нашли вот эти описанные концепции, свое продолжение. То есть это работа 2013 года, с этого года много чего поменялось, и многие вещи как бы начали, возможно, по мотивам этой работы обрастать какими-то своими особенностями. Вот. Есть ли тут какие-то мнения? Аяка, можете опять открыть страничку с формулами? Так, так. Да, вот это. Так, еще раз. Relations. Вы ее как-то пролистали? Сейчас. Итак, что у нас есть? У нас есть совместная вероятность, правдоподобие совместной вероятности того, что фактически линии строкс сцеплены. Ну, фактически то, что... Вот. Основная конструкция, да, это то, что мы... Вероятность того, что типы линий пишутся именно друг за другом. Даже, наверное, не в пространственном каком-то отношении, а просто вот сначала типа кружочек, потом хвостик, потом, значит, там другой кружочек, и потом другой хвостик. И... А как это на экране или там на бумаге, они друг за другом идут пространственно, они вообще это никак не учитывают. Вот что здесь написано в формуле второй. По сути, да. Ну, здесь стоит заметить, что как они идут друг за другом, они не... Нет, они немножко учитывают, как раз вот этой сцепкой. Плюс... Ну, как они идут друг за другом, это вот они, S1, S и так далее, S-1. То есть мы там... У нас буква состоит, скажем, из десяти закорючек, да? Вот давайте так это называть, строк, закорючка, да? Да. Вот мы три написали. Вот у нас S1, S2, S3. Вот это и будет relations between... between... Да. Ну, и сами закорючки, они внутри себя содержат параметры сплайнов. То есть, в принципе, это не абстрактные закорючки, это конкретные закорючки. Это сплайны. Сплайны. Да-да-да. А где это написано? Это написано у них буквально в маленьком-маленьком замечании, что внутри содержатся сплайны. Я сюда это уж не стал выносить. Потому что я как раз думал, что из вашего рассказа, что они только их рисовали каким-то образом, не знаю, на планшете, но не распознавали с листа бумаги. Или они распознавали с листа бумаги, ну, там с изображений. Ну, нет, они пытались их аппроксимировать как раз сплайнами. Притом вот эта строка, это не один сплайн, это композиция нескольких сплайнов. Вот здесь написано, что там бла-бла-бла-бла, depends on the substroke. Вот substroke это как раз сплайн, по-моему, кубический. Ну, окей. Если это кубический, то можно каким-нибудь там алгоритмом Фишера, да, побить букву на сплайны. Понятно, что однозначно побить здесь даже при очень хороших раскладах не получится. Вообще, конечно, здесь вот методы, я не думаю, сейчас здесь бы, наверное, сработали бы классно. Ну, здесь, в принципе, они апеллируют к тому, что не интересен сам алгоритм решения задачи, вот как мне показалось, а интересен больше вот этот подход, что мы там учитываем три концепции, эти три концепции похожи на то, как мыслит человек и так далее, и так далее. То есть сама математическая модель здесь просто как пример того, как должны там потенциально выглядеть мыслящие машины. Вот что-то такое. В общем, статья больше рекламная. Ну, как рекламная? Реклама-то она рекламная, но она, это же конструкция техническая работает, то есть машины, в смысле комитета Тюринга, они обманывают? Ну, это да. Я, кстати, не знал про вторую статью. Спасибо, что нашли. Я разбирался по третьей статье довольно давно, правда, да. Так, сейчас я здесь догружу конец. Что у нас написано в самой последней формуле на дне экрана? Это же наша вероятность параметров, да? Т, да, со значком М. А что такое М? М – это уже конкретный… Нет, это не параметры. Это собранная конструкция какая-то. М – это уже конкретный токен, насколько я помню. То есть то, что уже просэмплировано. ПСИ – это параметры. Нет. Что такое ПСИ? ПСИ – это тип токена. А, ПСИ – это тип токена. А, ну так обождите. Так вот же она как раз дискриминативная модель, если это тип. Нет, это не дискриминативная модель. ПСИ – нет, это часть совместной модели. Ну, в принципе, да, формально здесь есть условия, так что его можно считать дискриминативным. Но… ПСИ – нет, условия не то. Здесь должно быть после палки описание. То есть мы сужаем на описание, а не на класс. ПСИ – ну да. ПСИ – ну да. ПСИ – ну окей. Друзья, что-то все молчат. Что скажете? Вот второе и последнее выражение. Понятно, что написано или нет вам? ПСИ – потому что там параметров слишком много. Вот это забивает. ПСИ – это не параметры. ПСИ – ну L, X, Y и так далее. Вот это вот тета, короче, когда его расписали через многое количество всего. Ну то есть расписали через авторегрессионную модель, по сути. ПСИ – ну окей, да, если S1 и так далее, S-1 считать авторегрессией. ПСИ – похоже, по крайней мере. Не знаю, мне это похоже. ПСИ – это не авторегрессия, конечно. ПСИ – это похоже? ПСИ – нет. ПСИ – а, надо просмотреть того же самого, да, только А, М. ПСИ – потому что это совместная вероятность. Авторегрессия – это когда мы работаем в фазовом пространстве. ПСИ – когда у нас ПСИ – при условии ПСИ – да. ПСИ – да, а здесь у нас каждый элемент вот этого произведения, он не образует фазовое пространство. ПСИ – это скорее похоже на параметры объекта внутри кластера, условно говоря. У нас есть кластер, который характеризуется каким-то идеальным объектом, в данном случае, типом токена. И дальше мы говорим, что вероятность отклонения по Y, по Relation, по X, по шуму от типа токена задается вот этими вот вероятностями. То есть авторегрессии, мне кажется, здесь действительно нет. ПСИ – это просто номер сэмпла. Мы просэмплировали этот токен. И собранный токен называется TETA. Так, объясните мне, пожалуйста, левую часть все-таки. Вот я просто смотрю на Формулу-2 и на Формулу-последнюю. Вот. В Формуле-2 в левой части у нас тип токена CharakterType. Это единственный аргумент. А внизу у нас CharakterType – это сужение на единственный аргумент. Да. А в чем смысл философских? Нет, если я вас правильно понял, здесь вот этих CharakterType-ов столько же, условно говоря, сколько у нас букв в алфавите. Ну да. Вот. Соответственно, здесь… Ну, это единственный, условно, класс здесь рассматривается, но их там, условно, 30 штук. А здесь мы рассматриваем уже вероятность токена при условии, что он порожден из токен-тайта. Этим классом. Ага. Спасибо, да. Да, и тета – это… Вот все-таки я разобрался. Да, это вероятности. Ну окей, хорошо. И так, и они… Вот скажите, пожалуйста, они брали все рукописные буквы всех языков мира. Ну, они разделили на трейн-тест, но с точностью до вот этого разбиения, да, они брали рукописные буквы всех языков мира. То есть, ну, я не знаю, сколько у нас языков в мире. Если брать основные какие-нибудь, то их будет, наверное, больше ста. Они говорили, по-моему, про 60 алфавитов, если я не скажу. Ага. 60 алфавитов на примерно 30 букв. Окей. Там было число 1440 где-то, но, видимо, это, возможно, это половина как раз. Половина от… Ну, то есть, 30 алфавитов где-то. Угу. Ну, вроде со здравым смыслом бьется. Окей. Тамас должен был в этом как-то давным-давно разбираться. Я не знаю, Тамас, вы разбирались с этим, нет? В чем еще? Тамас тут? Привет, Тамас. А Тамас, да, вот Тамас пришел, да. Вот с этой концепцией порождающих моделей, таких иерархически порождающих моделей, точнее, сама модель не иерархическая, но она порождает иерархический объект. Правда, здесь вся иерархия, она вот в правой части второго сомножителя присутствует, не более того. Ну, вот с такими модельками, мне кажется, я не сталкивался. Ага. Ну, окей, ладно. Олег, спасибо. Вот. По крайней мере, вот здесь, да, шестой слайд я прогрузил. Ну, нормально, что скажу, классно. Ну, дальше у меня просто размышлизмы, в принципе, где это все нашло продолжение, хоть в каком-то виде, что лежит на поверхности. Если говорить про причинность, наверное, оно пошло в attention, self-attention. И в иерархии модели и смеси. По крайней мере, про причинность именно в статьях авторов говорят, что вот причинность у них задается именно иерархией. Судя по тому, что сейчас у нас появляется там более-менее успешный иерархиал в IE и так далее, и так далее, вот оно пошло куда-то сюда. Attention и self-attention – это нечто близкое. То есть, в принципе, вместо жесткой привязки, что у нас там условно relation завязан на ту или иную строку, у нас теперь есть другая завязка, что один элемент завязан на конкретно какие-то предыдущие. Вот, наверное, оно куда-то сюда пошло. Если говорить про композиционность, то, наверное, это работы с разными модальностями. Все это было изобретено, да. Олег, прошу прощения. Я здесь внезапно обнаружил фундаментальный пробел в своем образовании. Что такое причинность? В принципе, из статистики и всего такого, это причинность, то есть каузалити. Так, каузалити. Чем отличается? О, ужас, я пошел в Википедию. Секунду, я сейчас буду отчаянно тупить. Каузалити. 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 Понимаете, вот у меня, Андрей Гробовой у вас, я думаю, что вы же сдавали физику, да? Причинность, она связана со временем. Причинность порождает время и энтропию. А статистики говорят не про причинность, а про связь. Ну, здесь как раз… Да, извините. Да, да, да. Говорите, говорите, да. Ну, здесь, в принципе, как раз причинность у того же Салхудинова, она задается, во-первых, иерархией, во-вторых, вот этим отношением relation при условии тех или иных строк. В этом плане можно рассматривать, ну, не время, а, ну, вот какой-то порядок на случайных величинах. То есть сначала у нас идет порождение строк, потом идет порождение отношения, потом идет порождение токена при условии token type. То есть здесь есть какой-то порядок аналогичный времени. Ну, окей, да. Тогда это вот, опять же, да, та верхняя формула, самая правая слагаемая, да, в этот порядок полный, и, да хоть и частичный, неважно, главный порядок, да, и типа он задает причинность. Ну, окей. Так, согласен. Если говорить про композиционность, в принципе, ничего нового, ведь они не предложили, то есть они ввели просто какое-то разбиение элементов на части, при этом для каждой своей части они ввели свою генеративную модель. В принципе, опять же, это было давно известно, но, наверное, если говорить про продолжение описанных концепций, здесь переходит на ум работа с разными модальностями, которая там была сделана, была сделана миллион тысячу раз, но вот из более относительно свежих работ здесь можно выделить, например, GMVAE и так далее, и так далее, где, там, например, картинку мы рассматриваем как несколько модальностей, например, там, мужчина, там, ну, здесь пример, мужчина немолодой с солнечными очками, там, улыбается, не улыбается. Ну, и здесь скромно отмечу работу, в которой я был с автором, где мы рассматривали модель с точки зрения латентного представления, вероятности латентного представления и строили по вот этим же модальностям порядок, по которому строили триплеты. Ну, в итоге мы все свели к генерации мужчин-женщин, но тоже занятная работа. А что такое триплеты? Триплеты — это тройки, на которых введено отношение. Ну, это понятно. Ну, в данном случае имеется в виду. Пара объектов, они находятся на близком расстоянии. Расстояние мы, насколько я помню, брали просто как расстояние хеминга по вот этим вот всем атрибутам, то есть male, not young, eyeglasses, spying и так далее, и так далее. Вот, и дальше делали уже тройки. У меня совсем глупый вопрос. Что такое модальности тогда здесь? Модальность — это в данном случае просто какой-то атрибут. Ну, это класс тогда почему? Тогда это просто с работа, это отношение на классах. Здесь одному объекту может соответствовать несколько классов. А, и это называется модальностями. Да, но в более широком смысле в принципе это может быть что-то более сложное. Например, я видел работу, просто не нашел ее перед презентацией, где, например, насколько помню, мнистовые цифры им соответствовали, ну, то есть рукописные цифры мнист, им соответствовали цифры из реальных фотографий, им же соответствовали метки классов. То есть это, по сути, три модальности. Одна — это числовая модальность метки классов от нуля до девяти, вторая — это рукописные цифры мнистовые, которые бинаризованы, и, соответственно, они представимы просто в виде бинарной картинки, а третья — это эти же изображения, но в реальном мире, то есть сфотографированные там на камеру. Ну да, это разумно, да. Слушайте, вопрос такой о технологии. Вот есть modality и есть view по-английски, и есть модальность по-русски. Опять вот Вадим Вячеславович все про модальности говорит по-русски. Чем отличается в английском языке view от modality? Это синонимы или это принципиально разные термины? Я затрудняюсь ответить. Если кто-то знает, пожалуйста, скажите. То есть, ну, даже в задаче классификации, окей, это же действительно два способа измерения. Например, один способ, вот мы сфотографировали объект и получили картинку какую-то, да, а другой способ измерения, мы говорили, вот этот объект там, и ты объект сфотографировали, и ты объект, сказали, да, это, например, там мужчина, и там молодой или не очень. Вот это мы сделали измерение другим способом, то есть это и другая модальность, и, ну, другой view, и даже вот в этом классе обычную задачу классификации изображения можно назвать multi-view problem. Ну, вот так. И если вот так упрощать совсем до земли, то вот так тогда получается. Ну, окей, хорошо, спасибо. Если говорить про метапараметры, то есть про обучение обучению, про которое здесь говорят авторы, ну, в принципе, оно здесь очень простое, именно у авторов, то есть они обучением обучению называли оптимизацию гиперпараметров, вот по сути, вот эту часть, что они ее аккуратно оптимизировали для каждого там, для каждой буквы и так далее, и так далее. Вот. Если говорить про то, чем это сейчас является, то обычно под обучением обучению называют оптимизацию метапараметров. Из Википедии мы знаем вот такое определение, что метапараметр — это параметр, который контролирует значение других параметров, ну, и, в принципе, обычно считают метапараметрами параметры оператора оптимизации, параметры задачи оптимизации, структуру модели, функцию активации слоев и вид априорного распределения и функции правдоподобия иногда. Вот. Здесь хочется отметить две работы. Во-первых, это работа Шмидт-Хубера, очень старая, по-моему, 92-го года, где предлагается разделить под модели внутри нейросети по разным функциональным блокам. То есть там есть обучение и вывод, есть оценка качества, есть анализ параметров модели и модификация параметров. Насколько я помню, в самой работе, в принципе, все написано достаточно абстрактно и даже не было экспериментов. То есть это была такая, скорее, бизионерская работа, чем реальная работа с экспериментальным подтверждением. Но кажется, что вот дальше вот этого вот подхода, который там был описан, никто так дальше и не продвинулся. То есть все, что сейчас предлагается в мета-анализе, оно так или иначе, ну вот к такому подходу функциональному и сводится. То есть мы, там у нас есть обычная модель, которая работает на обучении и на inference, есть какая-то оценка качества, есть анализ параметров модели и в итоге модификация параметров модели. Вот. Ну и из таких относительно тоже свежих работ, хотя уже не то, чтобы свежих, достаточно много работ посвящены именно модификации параметров градиентного спуска. Ну или какого-то оператора оптимизации, который замещает градиентный спуск, типа Адама и так далее, так далее. Ну вот одна из самых таких основных работ здесь называется градиент-десент по градиент-десент, в которой оператор оптимизации задается как LSTM. И все. Ну и вместо использования какого-то заданного наперед оператора оптимизации, типа градиентного спуска или Адама или еще чего-то, у нас работает LSTM, которая постепенно обучается, как оптимизировать те или иные параметры. Ну и, наверное, все. Ой, а можно? Вот, да, вот первая формула. Я пытаюсь сконструировать ситуацию, при которой вот первая формула не является бредом. Это значит, что мы должны оптимизировать каждый раз ну вот какие-то однотипные задачи, правильно? На этом делать выборку, эту выборку, выборку из параметров, из параметров спуска, да? Выборку аппроксимировать LSTM, например, объявляя эту последовательность какой-то траектории? Ну, мы можем, например, прямо на этой же задаче проводить оптимизацию как бы онлайн. То есть, грубо говоря, у нас есть LSTM, у нее какие-то заданные предустановленные параметры, соответствующие там. Они должны быть заданы как-то более-менее адекватно. Я уж не помню, как задавались они в исходной работе. И дальше мы используем ту же LSTM абсолютно так же, как мы используем какой-нибудь Адам. Просто параметры LSTM, они в ходе той же оптимизации, они тоже оптимизируются. Прежде всего, я вот что не понял. LSTM – это авторегрессионная модель. Да. Ну, конкретно это, скажем, четыре авторегрессионных моделей. А почему здесь написано LSTM, например, а не авторегрессия? Ну, потому что там в статье был именно LSTM. Мы могли бы здесь написать авторегрессию или RNN, или, ну, скорее авторегрессия, чтобы уж совсем быть максимально общими. Окей. Просто в данном случае параметры, ну, как бы, ну, условно говоря, learning rate, с которым у нас оптимизируется каждый параметр, задаются не статически и не на основе какой-то статистики, как в Адаме, а оптимизируется в ходе самой оптимизации модели. Вот основная здесь идея в этом. Непонятно вообще, почему это работает. А почему оно не должно работать? Ну, просто потому, что LSTM оптимизирует не оптимизирует, LSTM аппроксимирует параметры тех алгоритмов, точнее, сейчас LSTM аппроксимирует параметры, полученные алгоритмами, которые оптимизировали вот целевую задачу до LSTM. или я не понимаю тогда, как это работает? Нет, смотрите, может, я вас неправильно понял, Владимир Игоревич, вот здесь обычно есть какой-нибудь SGD, вот здесь. Ну, да, это вот ваш гениальный оператор, который вы в диссертации ввели, и мне он очень нравится, да, он преобразует пространство параметров итеративно, ну окей, да. Условно говоря, мы можем сказать, что t в случае SGD равно там teta минус какая-то константа на градиент. Вот эту константу мы теперь заменяем на выход LSTM. Да. Ну и, в принципе, у нас появляется больше гибкости в выборе того или иного learning rate для каждого параметра в отдельности. И этот learning rate в том числе может опираться на предыдущие значения оптимизации, которые мы получили. Ну, поскольку LSTM это как раз авторегрессионная модель. То есть, здесь просто добавляется больше гибкости к настройке learning rate по сравнению с тем же SGD или Адамом. Не знаю. В общем, параметры, сколько параметров у LSTM вот в той работе? Очень немного. Там было, по-моему, то ли 10 нейронов на скрытом слое, то ли вот что-то такое. То есть, она очень небольшая моделька. 10 нейронов на скрытом слое, а, соответственно, ширина нейрона затрудняю сказать, не вспомни просто. Еще в алгоритме Ливенберга-Баркварта была евреистика, да, какая-то дурацкая. Мы увеличиваем лямбду, я не помню, как-то кратно, по-моему, или по степеням, вот, в зависимости от того, куда мы шагнули в следующий раз. И это самая простая евреистика, наверное, управление шагом, которое существует. И, ну, фактически тогда получается, что чего. Вот мы в этой работе собрали там от балды, наверное, я не знаю, все евреистики управления шагом, до которых можно только дотянуться. И, типа, их сравнили. Получили, что управление шагом с помощью LSTM, с помощью аппроксимации, полученной LSTM, оно самое, что ни на есть, оптимальное. Так, да? Я правильно понимаю? Да. Ну, по сути, так. Окей, ладно. Смешно вам ничего. Хорошо, спасибо. Тогда, ну, у меня все. Если вопросов нет, я передаю слово. Друзья, скажите что-нибудь, что вы думаете? Спасибо. Все молчат. Я молчу. Ну и, а я бы вспомнил про Николенко. Есть такой замечательный парень молодой из Итмо, из Питера. А, Олег же его, Олег, вы его знаете, наверное. Нет, я его не знаю, я про него наслышан. А, наслышан. Ну, а когда вы туда ездили там предзащищаться к этому, к Андрею Фильченко? Там Николенко не было, да. Вот. Он со своим научным руководителем написал одну или даже несколько книг по как раз по байовскому программированию и все. И вот всему этому такому я как раз подумал, что вы будете в эту сторону рассказывать. Вот. Тогда вопрос. Вот байовское программирование Николенко или там то байовское программирование, которое там типа в Википедии, ну, это фактически одно и то же, да. И байовское программирование Салахуддинова. Это че? Это разные вещи, что ли, получается тогда? Давайте я про это прочитаю, потому что у Николенко я знаю только вот эту книгу про диплёрдинг в общем, а про байс я не знал, что он что-то писал. Нет, это русская книга, она такая очень несложно написана и может быть даже где-то в интернете она лежит. Окей, да, спасибо. Потому что сейчас-то про само байовское программирование мы сейчас и не поговорили, да, исследуя моей тогда неверной наводке, мы поговорили про другую, весьма интересную концепцию и конечно же она интересна особенно в контексте того, что сейчас мы мы в смысле вот вообще там научное сообщество пытается понять, каким образом порождать сами модели. Вот и это один из способов на самом деле порождения моделей. Ну вот, окей, хорошо, тогда Слушайте, у меня еще такой старый вопрос, надо как-нибудь нам и слайды тоже куда-нибудь выложить на страницу. Я вечно забываю слайды выложить. Чего? Я тоже вечно забываю слайды выложить. Да, 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 да. Сейчас выложу. секундочку, я включаю. со всех старых докладов тоже слайды собрать. ну да. Я, наверное, начну сразу, то есть я не буду повторяться то, что я уже рассказывал, время занимать. Поэтому вернусь сразу к математической постановке задачи и то, как оно решается. А я думаю, что все уже забыли, что вы рассказывали. Да, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Как всегда, это же проверяется путем опроса. Как сказать, я имею в виду, что я сейчас все равно все расскажу сначала, только уже без прикладной интерпретации, а чисто математической интерпретации. Попробуем разобраться. Во-первых, пусть у нас задано некоторое множество токенов. Ну, вот, под токенами будем подразумевать некоторый вектор, где в одной позиции стоит единичка, а во всех остальных позициях стоят нули. Такой one-code encoding некоторого токена. Пусть, ну, вот здесь я тебе не писал, размерность этого вектора L, я забыл написать, простите, вот здесь я потом написал, а здесь забыл написать. Размерность таких, ну, то есть все вектора размерности L, где на одной позиции стоит единичка, а на всех остальных нули. То есть у нас два в степени L типов токенов. L токенов. У нас все нули, одна единичка только может быть. А, токен это позиция L. Да, 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 по сути. Так, а что такое тогда два в степени L? Здесь два в степени не будет, только L будет. Это число возможных токенов тогда получается. Нет, два в степени L здесь вообще ничего не будет, здесь L. Размерность пространства и L. А, тьфу, это one-hot, извините, пожалуйста. one-hot вектора. Да, да, да. Вот, также мы говорим, что токены образуют некоторые предложения. Размерность предложения мы фиксируем длиной N. Тогда множество предложений задается, ну, обозначается S, это просто и в степени N. То есть, все возможные позиции, там могут, в каждой позиции может быть любой токен, так подразумеваем. Получаем множество предложений S. Далее, что мы хотим сделать? Мы хотим построить два отображения. Первое отображение, а, и еще, у нас есть такое множество хорошее, как T, которое указывает на тип токена. Здесь видите, one-hot только 0.1, либо 1.0, то есть, может быть, ну, два возможных варианта всего. То есть, каждый токен может характеризоваться либо первым типом, либо вторым типом. Для чем это нужно, я в конце расскажу. Ну, пусть так будет. То есть, пока пусть так будет. То есть, каждому токену мы еще присваиваем тип. Просто. Здесь понятно, да, все пока? По-моему, либо вот этим векторочком еще может быть, либо вот этим векторочком. Типа класс, можно так сказать, но это тип. На правах шутки могу сказать, что это, как у Льюиса Кэрролла есть заголовок стихотворения, да, а здесь есть название заголовка стихотворения. Это вот как-то так звучит в вашей интерпретации. Это лучше для того, чтобы если у нас мы можем рассматривать не предложение, а пару предложений, то есть, мы фиксируем длину последовательности токену и говорим, что эта последовательность может состоять либо с одного предложения, либо из двух. С трех уже не может, но с двух может. И вот это определяет первое предложение либо второе предложение. То есть, числили это. А, ну окей, хорошо, спасибо. Я пояснил теперь. Пояснил. Вот. Далее мы хотим построить два отображения. BM – это BERT Model. Просто так сократил, чтобы не писать BERT Model. Ну и славно. Это отображение, которое отображает пространство токенов и пространство типов токенов в некоторое векторное пространство в размерности L. Вот. L маленький. L большой – это количество токенов, которое вообще может быть. То есть, ванход от нуля до L большого. Сейчас, только здесь, простите, вот здесь N на 2 должно быть. Я чуть-чуть наврал. Вот здесь N на 2. В смысле, 2N на L? Здесь N на 2 должно быть. А, окей, да, N на 2. Размерность не сходится. Вот это измерение должно быть одинаковое. N на 2. Вот так. Андрей, а N на 2 берется из типа токенов? Да, это тип токенов. У нас есть сам токен, то есть, вход вектор токена и его тип. И мы хотим просто построить эмбеддинг каждого токена. Ну, мы предполагаем, что BM1, вот мы каждый токен, для каждого токена строим вектор размерности L маленькая, а BM2 это штука, которая по предложению токенов, то есть, по списку токенов из N элементов строит один вектор, который описывает все предложение, либо пару предложений. То есть, две разные модели будем такие рассматривать. Окей. Здесь понятно, я думаю, должно быть. То есть, здесь мы получаем для каждого токена, а здесь для набора токенов. Для последовательности токена получаем один вектор. Да, у вас слева же не R, а B, типа, это бинарный куб. Вот здесь, да? Ну, да, это же B, а B. Ага, все, спасибо. Да, да, согласен, это надо, да, он с бинарного куба только работает. Ну, это подмножество, бинарный куб, это подмножество R, ну, ладно, я согласен, да, хорошему надо бы написать. И здесь, на самом деле, тоже, потому что 0,1, 1,0 тоже бинарный куб. Хорошее замечание, я согласен. Ну, далее мы говорим, что BM1 и BM2 можем представить как некоторую суперпозицию. Причем, вся левая часть вот здесь совпадает, видите? То есть, вот здесь одно и то же. но в BM2 добавляется еще просто одно отображение, которое будет отображать BM1 просто еще в один вектор. Здесь вот под троеточием спрятаны слои просто, то есть, грубо говоря, здесь будет нейрон, ну, какая-то нейронка, и там будут слои. Вот это вот M слоев будет одинаковых просто здесь. И вот здесь также M слоев одинаковых. Как они выглядят, я дальше покажу. Ну, простая интерпретация, мы можем также записать, что если бы это были полносвязанные слои, то здесь просто были матрички отображения. Ну, здесь будет чуть посложнее, но интерпретация может такую... А что такое BSE еще раз? Так, ну, я сейчас про каждое отдельно расскажу. Просто я говорю, что у меня BM1 представляется в виде суперпозиции M плюс одного отображения, а BM2 представляется в виде суперпозиции M плюс два отображения. Понятно, да? Ну, пока еще что я хотел показать. Каждое отображение я сейчас подробнее разберу. Окей, и каждое подображение это линейное отображение? Нет, не линейное. Вот сейчас я покажу, какие они будут сложные. Пока все легко, а дальше пойдет трэш, из-за которого я не хотел показывать эти формулы. Ну, вот это будет легко, вот здесь будет сложно. То есть, вот заметьте, да, Андрей, это что, типа в коде не был трэш, а в формулах это трэш? Нет, в коде понятник не был формул. Ну, давайте посмотрим. Сейчас посмотрим, хорошо? Нет, там не трэш, просто они огромные, и на самом деле их сложно это интерпретировать. Ладно, давайте дальше. Начнем с самого первого, то есть, у нас слева направо читается, ну, суперпозиция. Давайте начнем с первого отображения BSE. это сокращенно из BERT-Simple Ambiening. Что это такое? Ой, только я вот это удалю. Простите, простите, сейчас annotating удалю. Первая функция это отображение с пространства n на l, вот здесь я уже исправил, n на 2, пространство n на l, то есть, вот по сути, BSE отображает так же, как и BM, вот видите, здесь, ну, здесь n на 2 тоже, r, n на 1. Как оно работает? У нас есть некоторая матрица, в которой каждая строка это бинарный вектор, ну, то есть, там, типа, одна единичка, все остальные нолики. И есть матрица T. Матрица S это матрица токенов, а матрица T это матрица типов токенов. Ну, я про них только что рассказывал на предыдущем слайде. Теперь, что такое отображение BSE от матрицы токенов и матрицы типов токенов? Это вот такое отображение. Мы сначала, у нас есть раз, давайте вот сначала с этим разберемся. У нас здесь есть три матрицы параметров. Вот здесь мы HBSE представляем как сумму трех линейных отображений. Первое линейное отображение это отображение матрицы токенов в некоторое линейное пространство размерности L. То есть мы каждый токен, у нас есть N токенов, мы его отображаем в одной и то же линейное пространство размерности L маленький. У нас было L большое, где была одна единичка все нолики, а мы отобразили в какое-то линейное пространство. По сути, мы выбрали строку матрицы W1 вот этим умножением. N строк матрицы W1 Это первое отображение. Второе отображение мы матрицу W2 умножаем на единичную, я знаю, это гениальное решение, но просто хочу показать, что это это позитional embeddings так называемый. То есть мы просто делаем небольшой, мы делаем сдвиг вот этого пространства первого, небольшой, ну, делаем дополнительный сдвиг, ну, так сделано, и не меня спрашивайте, почему. И матрица W3, которая отображает вот это вот 0,1,1,0 тоже в это же пространство. Ну, не совсем в это же, в пространство такой же размерности. Потом мы эти три пространства суммируем. Ну, здесь можете проверить, здесь одинаковые размерности, вот здесь S имела N на L большое, W1 имела L большое на L малое, здесь получим N на L малое, здесь получим N на L малое, здесь получим N на L малое. Мы можем их просуммировать. Три пространства мы суммируем. Андрей, а можно вопрос по поводу единички. Это единичная матрица или матрица, состоящая из всех единиц? Это единичная матрица. На диагонали единицы просто. Понял. По сути, мы каждой позиции должны выбрать один вектор отсюда. Прям подряд. Для первой позиции, то есть для первой строки здесь, будет первая строка здесь. По сути, можно вот это убрать. Вот это вообще не нужно. То есть просто мы прибавляем некоторую матрицу, некоторый сдвиг делается. Почему-то в бирте позиционный объединение слишком простой. В других моделях обычно рассматривают более сложно какими-то синусами, косинусами дополнительно, а здесь простой сдвиг. В Attention is all you need в статье, в которой ввели трансформер как трансформер-энкодер и трансформер-декодер. Но здесь только энкодеры. Да, написано, что позиционал эмбеддинг, вот описанный тобой и синусоидальный позиционал эмбеддинг, они совпадают по качеству итоговой модели. Поэтому, видимо, решили взять попроще. Ну, просто это максимально просто. То есть нет никакой нелинейности. А что такое синусоидальный? А, мы еще каждый... То есть все строки берутся как синус этой строки. Ну, то есть, типа, мы... Сейчас. Мы берем синус от этой строки с некоторым сдвигом и частотой, которая зависит от номера строки. Вот так вот. А смысл в этом какой? Ну, там чуть... Сейчас. Чтобы каждая позиция, типа, что у нас подряд слова не так могут зависеть друг от друга, а с какой-то там периодичностью. Как-то так. Там какие-то такие мысли, я уже точно не помню. Олег, поправься, я что-то не прав. Я тоже, к сожалению, мотивацию не помню. Странная какая-то мотивация. А, там они все это делали, потому что они изначально вводили для LSTM, то есть не в трансформерах позиционал амбеддинг, и там количество токенов в предложении было нефиксируемое, и надо было как-то ограничиться зависимостью и того, и какого-то там и плюс эльтова токена, что они, если они слишком далеко, то они не сильно зависят друг от друга. И вот как-то они этим мотивировали, но как это точно там работает, я уже не помню. Ну, здесь простой сдвиг. Идет небольшой сдвиг. И все равно я не понял, почему, мотивацию, зачем они сделали вот этот второй член матрицей, а не просто сразу вектором. Вот, потому что, ну, все равно мы суммируем, вот что здесь написано, да, мы суммируем. Нет, почему матрицы? Потому что для каждого токена, то есть токен в позиции 1 и токен в позиции 2 будет иметь разный сдвиг. Так, а, тогда здесь надо спросить, откуда они эту матрицу берут? Это параметры все модели. То есть мы их настраиваем? Мы их будем настраивать. Да, я вот здесь снизу постарался выписывать все параметры каждой функции. Вот здесь параметры функции W1, W2, W3. W1 маленькая, W2 маленькая. Сейчас пока до сюда дойдем. Сейчас показ вот эти. Тогда непонятно, зачем необоснованно повышать размерность пространства, когда можно этого не делать? Не, а здесь это обязательно, потому что мы хотим сказать, что каждая позиция имеет собственный сдвиг. Вот в W1 мы это вставить не можем, потому что тогда такого не получится. А у нас мы каждую позицию сдвигаем на вектор размерности L, ну, L маленькая. То есть, типа, ну, обоснование какое-то, ну, работает лучше. Типа, что позиция токенов предложений играет большую роль. Вот, типа, обоснование. При оптимизации, смотрите, Андрей, мы же все равно при, вот чего тогда здесь не хватает, здесь не хватает функции ошибки и ограничений на W-шку. Потому что, когда мы считаем, смотрите, когда мы считаем значение модели или там, соответственно, значение функции ошибки, что мы делаем? Мы все равно сначала вот эту операцию, 1 умножить на W-2, мы ее выполняем. Ну, 1 умножить на W-2. Этого нет, этого нет. Вот они просто прибавляют W-2. Вот здесь нет операции. Обождите, мы видим здесь три вектора. Вектор на матрицу, вектор. Мы не можем такую операцию. Здесь три вектора. Здесь три матрицы. Так, обождите, вектор на матрицу, это что у нас? Это S, это матрица, а не вектор. Это один объект, но у нас один объект. Вот, вот, вот написано. Простите, не могу выйти. Простите, да, я так привык, что маленькая буква это вектор, что... Я тоже, и мне тоже это было очень жутко непривычно, что S это вот маленькая буква, но у меня просто тогда буквы заканчивали, мне надо было тогда множество S, непонятно, как обозначить. То есть, это еще и ваш хулигар, гигантство. Могилете, я если формулы нету, я их сам сочинял. То есть, формул нету, я сам обозначение придумал. Поэтому, можете ругать, как хотите, я могу исправить любой формат, потому что формул нету. А, а единица это просто тогда И, это просто единичная матрица? Это просто единичная матрица. Я не знаю, почему МАСБФ, а не МАС... Почему, скорее всего, я просто описался, МАСББ написал, МАСБФ написал, МАСББ не заметил. Это просто единичная матрица. И мат ожидания у вас В числителе минус мат ожидания Вот сейчас самое важное Вы сейчас к этой формуле идете Это более сложная форма Потому что надо рассказать, что здесь подразумевает Под мат ожидания. Вот это уже не мое обозначение Это я уже старелое обозначение С других статей, не по бирту А там, где вводилась Layer Normalization Смотрите, вот здесь мы просто посчитаем Андрей, Андрей, подожди, пожалуйста Еще можно вопросы по позиционным Эмбеддингам? Вот если Убрать вот эту Positional Эмбеддинг, это по сути у тебя Представление Условно предложений или там пары предложений В пространстве Скрытой размерности, правильно? Да 768 мерный Если ты прибавляешь К этой Штуке единичную матрицу То у тебя, как я понимаю, сдвигается Только Диагональный В смысле единичную матрицу А дубль В2 там уже полного ранга Матрица В смысле она не единичная Дубль В2 А, все понял Здесь вот эта штука была написана для того, чтобы показать, что Что мы ничего не делаем А просто сдвиг каждой строки На один вектор размером 768 То есть это типа байас просто, да? Да Но он зависит Конечно Я скорее всего просто запутал вот этой матрицей дополнительно Надо было ее просто вычеркнуть Она здесь просто не нужна Я просто хотел показать, что Мы просто выбираем Типа, что Каждая строка Это своя позиция Получается просто единичная матрица То есть просто на диагональке единиц И умножаем на матрицу Эмбеддингов То есть Аналогия с эмбеддингами, которые есть в токенах Только у нас токен в качестве ванход токена Ванход позиции токена получается Вот такая аналогия Вот здесь типа ванход токена А здесь ванход позиции токена А вот здесь ванход типа токена Вот я вот это хотел Ну, это только сбивает Я согласен Можно было просто убрать Это просто байд для каждой строки Мы обучаем дополнительно Хорошо Вот здесь мы получили некоторое Обождите, Андрей Стоп-стоп-стоп Давай теперь с размерностями разберемся Давайте У нас третий член Мы n на 2 умножаем А, нет, все нормально 2 на l На 2 на l Второй член Мы Ну, изначально взяли l И первый член Это что у нас n на l большое L Ура, все сошлось Серьезно, если бы Надо было бы все размерности Под дубльвешками нарисовать Я попробовал У меня тогда слишком слайд увеличился У меня просто не влез слайд Пришлось вот здесь снизу Ну, я согласен Там можно было через Ага И до этого Куча вот этих Это еще простой слайд Дальше будет хуже Вот здесь мы получили Некоторую матрицу Из пространства n на l маленькое Вот здесь h, b, s, e Это матрица По-моему, вы ушли Меня не слышно? Я не знаю, как ребята Я вас не слышу Подлагивает, да, как-то А сейчас слышно? Да, да, да Ну, ничего страшного Давайте, да Продолжайте У нас h, b, s, e Это некоторая матрица Размерности n Уже на l маленькой Вот Теперь В статье 16-го года Сейчас Андрей, 16-го года Что-то это мне напоминает Как вы думаете Вот эта дробь А чего-то минус мат-ожидание Чего-то поделить На дисперсию чего-то Какого 16-го Господи, тысячу 1916-го года Тогда я согласен Нет, на самом деле Здесь Нет Кто нас Кто нас Бахтееву сдавал статистику Надо объяснить За мат-ожидание Здесь непонятно Что за мат-ожидание Это layer normalization Идет Есть batch normalization Не путаюсь с batch normalization Это layer normalization И надо пояснить Что здесь за мат-ожидание Что здесь за дисперсия Что они обозначают Я взял с оригинальной статьи Эти обозначения Не ругайте меня за них Смотрите, у нас H, B, S, E Это матрица размерности n на l маленькая Давайте посчитаем Среднее по l маленькой То есть Среднее по строкам Посчитаем И от каждой строки Вычтем среднее Среднее по строкам И разделим На дисперсию по строкам Вот здесь Вот это обозначение Вот такое обозначение Вот это я Это не я делал Это меня не ругайте За такие обозначения То есть мы считаем От ожидания Эмбеддингов токенов По каждой По каждой По каждой строке И вычитаем От каждой строки Вот Понятно? Окей Понятно Это T-test студента Если Проигнорировать Алло Т-test студента Ну да Из курса мат-статистики Вот я его вижу Нет Вот За счет того Что-то усреднение идет Итак Величина Минус мат-ожидание Поделенное На полность дисперсии Здесь матрица А вот здесь вектор Эй Строка Я С матрицы Какая разница? Строку Ну то есть Я не знаю Как это красиво Математически написать Но здесь я от матрицы Вычитаю строку Ну в смысле Обождите Из матрицы Можно вычесть Только матрицу Я не понимаю Что такое Из матрицы Вычесть строку Вот я же говорю Что здесь Не совсем Математическое обозначение Но я их просто Не знал Как писать через математические Я их взял С оригинальной статьи Здесь подразумевается Что с каждой строки Матрицы Мы вычитаем строку Ну нормально Да Я не знаю На что надо умножить Чтобы получить Здесь тоже матрицу С таким вот видом Что каждая строка Одинаковая Что дублируется Все строки Вот Поэтому Господи Я понял Мы усредняем По строке Да По строкам Матрицы Вот этой H И вычитаем Из каждой строки Вычитаем Да Ну пусть будет так Но все равно Это Кинтон в 16 году Придумал Layer Normalization И в брюте Она везде Вот так будет Просто я хочу Один раз пояснить Но там есть два параметра Еще Вот W1 И W2 Вот это Вот Сегодня у меня будет Три матричных умножения Первый Это Вот так будет Обозначаться Первое Это нормальное Матричное умножение Только матрица Маленькие И буквы Хорошо Вот здесь Поэлементное Адамарова умножение Да Это Адамарова А еще будет ДОТ умножение Которое будет Свертка То есть мы умножим Адамарова А потом еще сделаем Свертку По последнему Измерить То есть вы Зачем-то Адамарова Обозначили Скалярным А свертку Обозначили Адам Это я Свертку Обозначает Звездочка Обычно Адамарова Умножение Обозначает Обычно Крестиком Вкручок Вот это я не знал Простите Мой минус Но я пояснил За обозначение Что потом Были В1 Это тоже Матрица Тогда получается И W2 Тоже Матрица Вот Только они Если А То есть Только вы Постеснялись Сделать большими Потому что Мне просто Уже были Большими Ага Так Андрей Я понимаю Почему В прошлый раз Было программирование Потому что С математикой Да Ну Вадим Нет Это Пока все просто Вы сейчас Вот этот слайд Посмотрите Тогда будет все плохо Ага О Да Я из-за следующего Слайда Не хотел писать Какая красота Ну хорошо Давайте Но мне казалось Что эта точечка Обозначается Поэлементами Ну ладно Возможно Ну ладно Обождите Слушайте Вот какое счастье Все-таки Что Вы Фукмы Да И у вас Есть В физике В курсе физики Dot Product Ну вот Обозначение Я перекупил их Простите Ага Ну давайте Ну я объяснил Что здесь подразумевается Здесь поэлементам Так Ну у нас Я написал 5 векторов Параметров 5 матриц 5 матриц Параметров Да Векторов И давайте Тогда обозначим Результат Вот этой вот функции Как h0 Вот этих вот Всего Это уже будет Некоторый элемент Из пространства nl Здесь уже нету Бинарных векторов Ничего Здесь уже хорошенькие Вектора Из непрерывного пространства Так Вот этим всем понятно Вот это называется Bird Simple Embedding Ну то есть Bird Embedding Это называется Но здесь подразумевается Что это Просто Bird Сам Embedding Строит Поэтому я БСЕ Как Bird Simple Embedding Хорошо Это первый этап Он очень простой Давайте перейдем К следующему Дальше идет Слой Берта Вот Bird Layer Бл обозначаю его Это отображение Из пространства Размерности nl Тоже пространство Их будет у нас много Их у нас будет М маленькая штука Вот если мы вспомним Вот этот слайд У нас их было М маленькая штука Подряд Это уже как раз Слои Которые мы будем Друг за другом Запускать Друг за другом Использовать Хорошо У нас есть Некоторая матрица H С предыдущего слоя H0 Она называлась Размерности n на l Здесь просто Абстрактная H Потому что она могла С предыдущего слоя Bird Layer Прийти То есть с предыдущей Функции Этого же вида Либо с предыдущей Функции БСЕ Как она выглядит Здесь Тот же самый Ну Те же самые формули Здесь матожидание Подразумевается По строке И вычитаем С матрицы Строки Дисперсия Тоже самое Вот эти параметры Те же самые Они зависят Еще от слоя То есть в каждом слое Свои параметры Вот здесь Еще с 2q есть То есть здесь Ничего интересного На самом деле Здесь все такое Неинтересное Кроме вот этих Двух последних срочек То есть вот здесь Мы делаем линейные Преобразования Делаем какую-то Нелинейность И дополнительно Делаем layer norm Два раза Еще Так раз Самое интересное Здесь вот здесь Это называется Multi-head attention Сейчас пойдет И вот здесь Как раз-то Это Адамарова Здесь я подразумеваю Как Адамарова Плюс свертка По последнему Измерению Вот Так что такое Свертка По последнему Измерению Меня вынесло Я не знаю Сейчас У меня есть Матрица А И матрица Б Одинаковых Размерностей Должна быть Я не знаю Так обозначается В статьях Но Не так обозначается Они пишут Это так Но я не знаю Как это в математике Даже делать Я не знаю Задать где-то Математике Нужно еще Там можно Переписать И индексу Да Последний Индекс То есть мы берем Строку Матрицы А Умножаем Поэлементно На строку Матрицы Б И суммируем Окей Вот Здесь можно Расписать На самом деле Сейчас Если там правильно Преобразовать Матрицы Ну Можно сделать так Можно Вот здесь Сделать транспонированно Сделать матричное Умножение И взять диагональ Это будет то же самое Вот Можно так сделать То есть представьте себе Что у вас есть Вот эта матрица Вот эту матрицу Вы транспонируете Умножаете матрично Нормально А потом берете диагональ Ну Разумно Все Вот это Вот определим Вот этим Обозначим Такую операцию В результате Получаем вектор Ну Понятно Здесь у нас Что же мы делаем Свертку Так А вот здесь На самом деле Наверное Это плохое Обозначение Здесь мы Поэлементно Сейчас Нет Все нормально Так Вот с этим Понятно Что мы сделали Здесь мы получили Так Сейчас Я Может где-то Наврал Сейчас Здесь N Здесь должен Получиться Вектор Размерности N Он получается Или нет Сейчас H На W Сейчас Сейчас Вот это 6 Плюс 6 Q У нас Матрица Вот здесь Она имеет L на R H имеет N на L Малое Значит здесь будет N на L Малое На L На R Значит будет N на R И здесь То же самое N на R Сверткой Получаем N Да Все правильно Вот здесь Мы получаем Вектор Размерности N Вот здесь У нас Вот здесь Блин Сейчас Вот здесь Надо Dot Product Да Здесь просто Точка Нужна Вот здесь Простая Точка Так Так Сейчас Здесь должно Получиться На R В итоге И вот здесь Не R А Q Блин Это старое Обозначение Вот так Простите Сейчас Валюту легко Запутаться В этих Формулах И Сейчас Надо себя Проверить Так Вот здесь У нас Вектор Размерности N А здесь У нас Матрица Размерности N На R Да И Я Должен Каждую Строку Сейчас Каждый Столбец N На R То есть У меня N строк Размерности R Я каждую Строку Умножаю На вот Это число То есть Каждую Строку Умножаю На число Это какое-то Третье еще Умножение Надо здесь Придумывать Либо Здесь Можно Добавить Измерения И сделать Свертку Также Можно Так Я не знаю Андрей А можешь Что-то Сказать Физический Смысл Что-то Происходит Короче Вот здесь У меня Есть Строки Размерности R Я Каждую Строку Умножаю На свой Весовой Коэффициент Который Получен Отсюда Физически Так Тогда Еще Вопрос С Ж Это Что То есть Здесь Ж По Какому Индексу Индекс От 1 До Q Он Да Блин Опять До D А D Это Что Сейчас Я Введу Секундочку Я Опять Напутал Здесь Ну Пусть Будет R2 Это Старое Обозначение Его На D Переименовал Потом До R2 R2 Это Количество Голов Self Attention Называется Ну То есть Количество По сути Скрытых Слоев Которые Были До Этого Нет R Вот Это Новая Штука Во-первых У нас Есть Соотношение Обязательно R2 Умноженное Умноженное R Сейчас Умноженное На Сейчас Секундочку Я Sorry 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 Вот У меня C Ж Есть N На R R2 Умноженное На R Равно L Это Первое Соотношение У нас Должно Выполниться У нас Сейчас Мы У нас есть вектора H Которые пришли На self-attention Мы их преобразовываем В некоторые Векторы Размерности R Маленькое И уже Для него Считаем Self-attention Мы Немножко Умножаем Пространство Эмбейдинга После self-attention Но потом Мы их все Конкатенируем Еще И получаем Таких Голов В self-attention Мы делаем R2 Штук Мы получаем Обратно Размерность L Потому что Мы специально Подобрали Так параметры R2 Что Вот это Ограничение Должно Выполниться По-моему Здесь Умерли Все Вообще Просто Поэтому Не хотел Вот эти Формулы Вот именно Из-за Вот этой Остранички Одной Андрей И смотрите Что у нас Получается Невозможно Прослушать Нормальное Математическое Обозначение Да И типа Поэтому Все Опускаются Поднимаются До шарлатанского Вот Их нет Это надо Сесть и сделать Нет Так здесь Есть Вот я вот здесь Неправильно написал Умножение Вот здесь Надо dot Умножение Просто И возможно Сложно Это выписать А также Привести в порядок Вот эти страшные Индексы 4 плюс 4 Я не знаю Я понимаю Вот это Это все делается Продумыванием Обозначений Смотрите Здесь Есть Всего Я не знаю Там Два Или Три Термина Вот в этих Трех Слайдах Термин Первый Это Вершина Единичного Куба Термин Второй Это Точка В пространстве Термин Третий Это Линейное Отображение Все И все Прямо Все Знают Что такое Линейное Отображение Вот это На самом деле Вот эта Штука Самая Сложная Мультихедотенч Здесь Хорошо Здесь Есть Наверное Где-то Тензор То есть Мультилинейное Отображение Окей Опять же Декартово Произведение Линейных Отображений Тоже Вещь Такая Хорошо Известная И про свойства Ее Можно Легко Понять Ну да Вот это Можно через Тензоры Переписать Красиво Моих навыков Не хватает Наверное Ну хватает Тензорах Но это будет Выглядеть Опять же Тут надо Я говорю Вот это Заменяется Через Добавлением Одного Пространства То есть Свертка По второму Измерению Свертка По второму Измерению Так Смотрите По второму Измерению Мы говорим Что у нас Есть Линейное Отображение Билинейное Отображение Или Билинейные Формы В первом курсе По-моему Все проходили А здесь Кстати И есть Какое-то Полилинейное Отображение То есть Тензор Ну Окей Надо просто Ввести Аккуратненько Обозначение И Все С индексами С нижними Мне никто не спросил Что значит Индекс же Сверху Еще А Ну Мы Это так Залюбовались Нижними Индексами Что Верхние Индексы Нижний Индекс соответствует Слою Ну В общем Да Это можно А вверх Еще В голове Мультихет Аттеншн Внутри Этого Слоя То есть Тут Два Индекса И вот Эта ЖИ С Вот Этим ЖИ Соответствует И У нас Количество Таких ЖИ Понятно Что Задачи Которые Мы Решаем Как Человечество Они Усложняются При этом Конечно Ж Язык На Который Мы Говорим Он Должен Упрощаться А этого Не Происходит И Надо Просто Как-то Вырабатывать Все более И более Простой Язык Для того Чтобы Написать Все более И более Сложные Задачи Нет 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 Просто Надо По Шагам Рассказать Потому Что Вот У нас И Лейер Норм А потом Просто Вот Это Все Скрывать За ним Можно Так Написать Например Олег Давайте Олега Прозову Как Лектора По Мат Статистике Я Вижу Здесь One Sample T Test Вот Серьезно Ну Тут Надо Подумать Действительно Андрей Мне кажется Прав Может Здесь Есть Какая-то Особенность За счет Того Что У нас Идет Суммирование По Строкам Но Так То Да Если Просто Мат Ожидание Матриц Было То Да Это Согласен Понятно Что И Лейер Норм И Батч Норм Это Плюс Минус Нормализация По Стюденту По Факту Идейно Да Но Полностью Нельзя Сказать Ну Наверное Их Можно Как-то Свести И Это Было Бы Кстати Полезно Ну Надо На самом Деле Стать Ухит На Оригинальную Написать Может Что-то Про Это Ну Вряд ли Что-то Про Писал Он Там На Батч Норм Ссылался Может Батч Норм Нужно Смотреть Так Окей Ладно Давайте На чем Сердце Успокоиться В плане Ну В смысле Чем Заканчивается Ваша Ваша Такая Замечательная Модель Вот Это Самое Важное Это Вот Эти Две Строчки Это Мультихэт Этеншн В Бирте Самая Сложная Штука На самом деле Это Я Забираю Хлеб У Глеба Боргачева Который Про это Рассказывал Вот Сейчас Только Там Пишет Нигде Вот Почти Ну Это Же Вот Не Знаем Мой Моя Мотивация Очень Простая Это Надо Иметь Возможность Каким-то Образом Анализировать Строчку Кода Невозможно Проанализировать А Оператор Ну Здесь Я Вот С Вот Этим Умножением Накосячит Просто Смотрите Здесь У нас Строка Размерности Н Получилось Это Веса Каждой Строки Вот Этой Матрицы Не надо Вот Каждую Строку Вот Этой Матрицы Умножить На Весовой Коэффициент Ну Окей На самом деле Вот Здесь Надо Вот Эту Строку Добить До Матрицы То есть Вот Так Строку Вытащить Столбец И Р Раз Продублировать Вот Так Столбцы После Чего Нужно Умножить Вот Эту Матрицу Вот Эту Скаляр Все Вот То Что Здесь Надо Сделать Вот Как Правильно Вытащить С одного Столбца Ее Продублировать Р Столбцу Это Опять же Через Стензор Надо Вот Андрей Вы Даже Когда Сейчас Рассказываете Да Вы Рассказываете Это В Логаритмическом Ключе То есть Ну Вот Как Рецепт Да Взять Не знаю Там Ну Я так Привык Помидор Разрезать Пополам Посолить Да А какой Смысл За этим Стоит Совершенно Неясно Какой Смысл Стоит А нужен Смысл Здесь Указано То Насколько Каждый Сейчас Насколько Каждый Вектор Это Сейчас Здесь Указано Насколько Каждый Вектор Полезный Предложений Можно Так Сказать Вот Здесь Числа От Нуля До Единицы И Каждый Токен Предложений Мы Мы Еще Сделали Софт Макс То есть Суммарно Затем Все Единицы Насколько Вектор Предложений Полезный Можно Так Проинтерпортировать Я Не знаю Ну Вот Это 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 Прикладная Лингвистика Да Вот Все Чем Мы Сейчас Занимаемся Вот Это Все Про Лингвистику И Должно Быть Какое-то На каждом Шагу Хотя бы Примерное Объяснение Как это Соотносится Во-первых С языком А в-треть Как это Относится Там С линейными Операциями Вот Это Я сейчас Не могу Сказать К сожалению Как Это Действительно Относится Ну Иначе Это Просто Можно Так Сделать Давайте Там Случайных Формул Понапишем Потом Запустим Код И Будем Надеяться Что это Сработает Но В принципе Наверное Это Работает Вот Простого Attention Интерпретация Простая Насколько Один Токен Зависит От Другого Токена Self-Attention Работает Насколько Я сам Завишу От себя То есть В чем Сложен Self-Attention Для понимания Для меня Лично Я не понимаю Почему Мы Self-Attention Вообще Рассматриваем Attention Я понимаю То есть Мы говорим Что Итый Токен Ну Вот этот Скор Здесь была Матрица Альфа Итая Житая Гаврил Это Сколько Итый Токен Зависит От Житого А здесь Мы С этой Матрицы Выбираем Только Диагональ Грубо говоря Все Говорим Насколько Этот Токен Зависит Сам От Себя Внутри Предложения Ищем Идея Здесь Такая Честно Про Self-Attention Я плохо Понимаю Его Интерпретацию Физическую Простого Attention Да Но Здесь Непростой Attention Здесь Меньше Параметров Понятное Дело Хорошо Но Как Это Этерпетируется Я плохо Понимаю Если Кто-то Знает Как Это Этерпретировать Я Только За Но Здесь Мы Вводим Весовые Коэффициенты На Каждую Строку Вот Окей Self-Attention Мы Поняли Потом Мы Это Все Проконкратенировали Получили Опять Получили Вектора Ну Дальше Мы С ними Сделали Уже Обсуждали Что Мы Дальше С ними Делали Просто Несколько Линейных Отображений Сделали Вот Здесь Раз Линейное Отображение Вот Здесь Два Линейное Отображение И После Чего Строили Еще Раз Batch North После Каждого Все Понятно Сейчас Что Здесь Произошло Вот Этих Четырех Очень Примерно Не Ну Плюс Минус Хотя Я Старался Это Описать Сложно Это Описать Я Понял Что Вот Это Путает Еще Больше Я Выписал Эти Формулы Такое Это Путает Еще Больше Размер Вот Вот Здесь Все Параметры Которые Участвуют В Вот Здесь Здесь Их Порядка Много Здесь Вот Этих Жишек Будет R То есть Вот Это Надо Еще R Раз Продублировать И Это Все Для Одного Слоя Параметры Это Все Матрицы Еще Размерности Ну Какой Там L На R Там R У Нас 768 R Там Ну Ладно Не буду Про цифры Сейчас Не важно Опять же Таких Слоев У нас M Маленькое И Выход После Вот Вернусь Опять К вот Этой Суперпозиции Оставьте Не мешает Вот Это Осталось Да У вас Тоже Осталось Какой-то Глюк Глюк Зума Ладно Вот здесь Вот B Сейчас Здесь Суперпозиция M Вот таких Слоев Мы их Отобразим Как Вот здесь Вот сейчас Мы Прогоняем То есть Последовательно Каждый Через каждую Понятная Суперпозиция И Получаем В результате HM Вот здесь То есть Мы получили Вектор HM Ну Матрицу HM Простите Которая N строк И L столбцов Хорошо Дальше Последняя Функция Это у нас Бертпуллинг Которая На самом деле Ничем Интересно Вообще Ничем Не примечательно Простая Линейная Вот здесь Линейное Отображение И с Нелинейностью Причем В качестве Линейного Отображения Делается Вот здесь Вот здесь HM Это матрица N строк L столбцов А HM1 Мы выбираем Первую строку Этой Матрицы Только И умножаем На То есть Вот здесь Строка На матрицу Получаем Строку Получаем Строку Здесь Все Здесь Вообще Ничего Интересного Нет И в Качестве Эмбеддинга Предложений Мы берем Мы отображаем Первый Вектор Из всего Предложения Эмбеддинг Первого Токена Предложения И Делаем Линейное Отображение И нелинейное Все Это мы Обозначаем В качестве Векторного Представления Всего Предложения Все Хорошо Все Структура Типа Разобрались Возможно Возможно Нет Возвращаемся К нашим Суперпозициям BM1 BM2 Это Первый BM1 Это Эмбеддинг Каждого Предложения BM2 Это Эмбеддинг Здесь BL Еще Печатался BM2 Это Эмбеддинг Всего Предложения И Здесь BL Только Вот здесь Мы делаем Последователь Слева направо Последовательность Преобразования И последовательность Функции Выполняем Сначала H0 Получаем Напомню Это Эмбеддинг Которые Не учитывают Расположение Не учитывают Связь Между Собой В Предложениях HQ Это Уже Вектора Которые Учитывают Связь Между Собой В Предложении А H Это Уже Вектор Всего Предложения То есть HM Получится Это Матрица H Это Уже Вектор Получится Тогда Вектора Эмбеддингов Слов У нас Матрица HM И Вектор Эмбеддинга Предложения Это Вектор H Это Уже Результат Всех Функций Хорошо Теперь Какая Задача Оптимизации Последний Слайд Задача Оптимизации Как мы Это Все Оптимизируем Добавляется Еще Две Модели Языковая Модель И Модель Предсказания Следующего Предложения Именно Для Этого Нужны Были Типы Токенов То есть Это Первое Предложение И второе Предложение Первая Модель Мы Добавляем Еще Одно Линейное Отображение Которое Вектору Каждого Токена Ставит Соответствие Вектор Вероятностей Что Это За Слово Было Изначально То Мы Вот Здесь Расширяем Пространство Эмбеддинга В исходное Пространство L Большое То есть В котором Были все Токены Записаны Ванхот И После Эта Мы Сделаем Просто Кроссентропийную Функцию Ошибки И Захотим Ее Минимизировать По Вот Этой Части Понятно Я думаю Здесь Ничего Сложного Не Должно Мы Берем Предложение Мы Знаем Какие Там Слова Были Изначально Мы Прогоняем Это Все Получаем Отображение Получаем Матрицу H M В которой Записаны Размерности N на L Малое После Чего Мы Это L Малое Преобразуем В Пространство N на L Большое То есть Эту Матрицу Перегоняем В новое Пространство В котором Каждая Строка После Softmax Будет Вероятность Того Что В этой Строке Записано Изначально Было Слово Какой-то Конкретный Токен Какое-то Слово То есть Строка Вероятности Будет То есть А имея Вероятность И имея Тот Токен Который Был Изначально Там Мы Можем Минимизировать Функцию Потерь Вот это Понятно Что я Сейчас Объяснил Вот это Первое Слагаемое Хорошо Но на самом деле Там Чуть Сложнее Мы Некоторые Токены Маскируем То есть Мы Модели Не даем Двенадцать Слов Мы Одно Слово Скрываем От модели Говорим Здесь Скрытое Слово Ты Не Знаешь Что Это Слово И Попробуй Его Угадать То есть Модель Еще Угадывает Слово Не Просто Из Вот Этого Пытается Вот Этого Слова А еще Пытается Угадать Слово То есть Мы Минимизируем Угадывание Слова В Предложении Понятно Да В чем Там Скрылось А вторая Функция Это Тоже Отображение Которое Вот H Это Эмбеддинг Всего Предложения Но на самом деле Эмбеддинг Последовательность Токенов Но так как У нас токены Могут иметь Два типа Мы можем Дать ему Сначала Первое Предложение Потом Второе Предложение Указав Что Первое Там Пять Токенов Это Первое Предложение Вторые Пять Токенов Это Со Второго Предложения И Я хочу Решить Задачу Следует Ли Второе Предложение После Первого Предложения Просто Задача Бинарной Классификации Это Вторая Подзадача Которую На Которую Будем Обучать Весь Берт И Суммарная Функция Потерь Для Всего Берта Будет Сумма Двух Функций Потерь Первое Это Предсказание Слова По языковой Модели А второе Это Предсказание Метки То Что Следует Предложение Следует За Предыдущим Которые Вот Здесь Сделал После Чего Решает Задача Оптимизации Вот Здесь Еще Надо Было Параметры Вот Функция Потерь В Минимум По Всем Параметрам Которые Есть В Модели Напомню Вот Две Матрицы Которые Получил Из Последних Линейных Слоев С Нелинейной И Все Параметры Которые Были До Этого Здесь С Индексом Которые Перебрать Все Которые 1 До М Перебрать Все Ж От 1 До R 2 И Это Будут Все Параметры Которые Есть Модели По Ним Всем Мы Минимизируем Одновременно Вот Это Берт Как Его Обучали И Как Он Обучается Всем Понятно На самом деле Самое Интересное В Берте Как Его Обучали На Этих Подзадач Для меня Было Лично Самое Интересное То есть У нас Мы Эмбеддинги Ну то есть Шарим Делимся Параметрами Между Двумя Моделями А потом Мы То есть Получаем Эмбеддинги С одной Модели Потом С этой Одной Модели Мы Раздваиваемся На две Модели Языковую И НСП И уже Настраиваем Исходные Параметры Решаем Конкретные Две задачи Ну не одну А две На самом деле Мне кажется Они больше решали Просто они В статье Написали Только две Вот Вот эта Идея Самая интересная На самом деле В этом Все Как по мне В принципе Это все Что я здесь Добавил По Математической Части Я максимально Хотел Добавить На самом деле Вот здесь Надо еще Поиграться Правильно Вот С вот этим Отображением Все остальное Вроде Более-менее Корректно Вот здесь Можно более Корректно Записать Вот здесь Понятно Что здесь Получилось В итоге Андрей Это Это Весь Да Ваш Рассказ Ну Дальше Уже То Что Было В прошлый Раз Я Не хочу Поверяться Дальше Понятно Слушайте Что Я могу Сказать Вот По Поводу Услышанного Первого Стало Понятно Гораздо Больше И Вылезли Всякие Очень Интересные Тонкие И Красивые Детали Которых Не было В прошлый Раз Например В смысле Например Например Я просто Вы там То более Понятно Я не знаю Ну может У меня такая Просто структура Мышления Что мне То более Смотрите Вы там Просто в этом Берте Сидите Уже Сколько Там Годами Наверное Нет А я Понятия Не имею Что Полгода Безвылазно Да Олег Правда Сказал Чего Олег Полгода Безвылазно Да А полгода Безвылазно Вот А я Здесь Вот как раз Такой Новый Слушатель Поэтому Понятно Что Второе Изложение Мне дало Гораздо Больше Чем На самом деле Здесь вот Эту строчку Первое Две строчки Надо поправить Хорошенько Ну это Не две Строчки Серьезно Если например Вначале Сказать Что Чан Это конь С тремя ошибками А потом Всю дорогу Держать Это в голове Это тяжело Надо как-то Еще раз Что Если вначале Сказать Что надо Запомнить Что Чан Это конь С тремя Ошибками И Всю дорогу Держать Это в голове Это конечно Понимание И скорость Изложения Не прибавляет Но Если Красиво Как-то Это изложить То первое Серьезно Это будет Не сложно Надо просто Понять Как это Как это Изложить Это не сложно Записать правильно Никто не записывает Формулы Все картиночки Любят показывать Как это хорошо А картиночки Это не формула Ну Картиночки Смотрите Тут надо Вот что Понимать Поправьте Меня Если Я не прав В каком поле Мы работаем В инженерном поле Или В научном поле Если Мы предполагаем Вот я не нашел Ни одной статьи Про Берту В научном поле Вот Ну вот да Если мы предполагаем Что это инженерия То в принципе Допустимо Наверное Поставить Черный бокс И сказать Ага Вот эти пять строк Кода Работают И не трогайте их А что из этого Там Получится Ну бог его знает Работает и работает Пока вроде Не Ну это вы уже Слишком заговорили Ну как Вот человечество Целое все живет У каждого человека Что-то в голове есть Никто же не знает Что там работает Все пытаются На протяжении последних Там тысяч лет Понять Что у человека В черепной коробке Находится Ну как-то Никто не знает И все С этим нормально Живут Почему бы так Не жить И Ну словно говоря Искусственным интеллектом Ну вот что-то там Варится У этого интеллекта В черепной коробке Там Иногда человек Или интеллект Сходит с ума Тогда его в психушку Раз И человечество От этого не пристает Ну и То же самое будет И здесь И с роботами Ну вот как-то так Нет Тут как раз-то Вот как говорят В этой модели Там все понятно Если Не знаю Мне лично Когда лезешь в код Там все понятно То есть Открываешь исходники Полностью То есть Не черный ящик А исходники Когда открываешь И читаешь отображение Но там надо Тензорное отображение Выводить И То есть В коде я понимаю А как математически Грамотно Тензорное отображение Ну я конечно Хоть терфиз проходил Но С тензорными Отображениями Я наверное Больше на вы Чем на ты Ну и В терфизе Основным понятием Я думаю У вас был просто Метрический тензор Да Хотя Впрочем Страшно удобно И там был Тензор Третьего порядка А здесь Надо переходить Тензором Выше В порядок Ну На самом деле На примере Одного То есть Как функция От одного Переменного Там вроде Третьего Достаточно Но на самом деле В инженерии Как вы сказали Там тензоры Четвертого И пятого Порядка Ну в любом случае Андрей Классно Что вы Про это Рассказали По-моему Мне например Очень полезно Вот Вот это вот Второй слайд Который Сбл Надо его Вкинсить На самом деле Я там Видеть пару Я вроде Когда писал Вроде Там Враги Нормально А потом Да Я во-первых Перепутал Обозначение Адамарова И свертки Но то что Свертка Звездочка Я не помнил На самом деле Мне казалось Что вот Свертка Красота Ладно Это не Третье У меня Вот какой Вопрос Смотрите Первое Что Меня Удивило Вот в этом Изложении Это Функция Ошибки Которая Ну вот Фактически Работает С Аргументом И С Значением Вот этой Всей нейросети И Нет Ничего Чтобы Заглядывало Вовнутрь Суперпозиции Но Нет Того Что там Делается С Автоэнфодерами Регуляризаторы Внутренних частей Ну да Непонятно Почему Они обучались Только на Вспомогательных Подзадачах Которые Используют Черный ящик Грубо говоря Там есть параметры Которые Будем настраивать Но С этими параметрами Мы вообще Ничего не будем делать Но Никак не регуляризируем Ничего Да Я согласен Вот это Интересно Почему так Работает Это я В прошлый раз Когда рассказывал Я на это Как раз Акцентировал Внимание Что Это Интересно Самое Вот И Собственно Размерности Всех Вот этих Пространств Потому что Мы же Предполагаем Что от Слоя к Слою Они все Уменьшаются Нет Они все Одинаковые Собственно Размерности Одинаковые А как так Там везде Н на Л То есть Нет Нет Еще раз Я говорю Не про Размерность Фактическую Заданную Да А про Размерность Собственную Если например Делать Там Анализ Главных Компонент То Как По критерию Например Там сломанной Трости Будет уменьшаться Вот Это число Первых Главных Компонент Наверняка Предполагается Что она От слоя К слою Все уменьшается И уменьшается Интересно Вот И Именно Этим Мы Ну вот Когда мы Доведем Его До Оптимума Именно этим Мы Объясняем То Что у нас М слоев А не Там М плюс Один Условно Говорят Понял Да Интересно И у нас Есть На эту Тему Там Замечательная Работа Марии Владимировой Я помню Это Да Научного Руководителя Там Субгаусс Распределили Да Да Вот эти Все Субраспределения С тяжелыми Хвостами Ну что Спасибо большое По-моему Замечательно Получилось Ну да Если бы несколько Косяков Еще исправил Было бы лучше Окей Да Никита Вроде бы Так Сейчас 12.29 Уже Я не знаю Никита Если у вас Есть рассказ Я готов Сейчас Но можно В следующий раз Принести Потому что Время уже Позднее Ну давайте Какие мнения Как Сообщество Научное Решит Наше Олег Управляющий Что скажете Мне все равно Что Сейчас Можно послушать Что в следующий раз Я думаю Здесь лучше Чтобы остальные Выскользились Окей А в следующий раз У нас какие планы На следующую Неделю Так Во-первых Что это за неделя Будет Там какие-то конференции Будут сплошняком Писаченко Стрижов Априорные Предположения При множественном Прогнозе ПЛС И Новицкий Проблемы Развития Ган Я думаю Лучше Рассказать Сейчас Потому что Потом В конце Все будут Худеть Да Плюс В следующий раз Может быть Еще Алина Самохина Появится Раз она В этот раз Не Ну да Ну хорошо Давайте Тогда Сейчас Как скажете Сейчас Открою Сделать На большой Кант Как только Вы Шарите Виндоу Окно Какое-то У нас Это тут же На большом Экране Появляется Сейчас Так Все Видно О Шикарно Да Да Хорошо У меня Доклад Про Улучшенный Вариацион Вывод С Использованием Нового Вида Потоков IAV Inverse Autoregressive Flow Собственно Какая у нас Задача Мы хотим Построить Новый вид Номалайзин Соус Который Будет Хорошо Наступиваться На Отличное Пространство Большой Размерности А с Следующими Видами Это не Получалось Для чего Это все Нужно Сама Концер Слушайте Никита Пока мы Не начали Извините Пожалуйста Вот я Я смотрю На слово Поток А у Нас Есть Или были Какие-то Работы Или было Какое-то Обсуждение Вот Связь Вот этих Потоков Ну вот С какими-то Классическими Потоками Я не знаю Вот какие потоки Мы на физтехе Изучаем Там поток Ричи Например Или вот Что-то В этом духе У нас же Много разных Потоков В дифференциальной Геометрии Нет Думаю Что не Связано Но поток Как Как инструмент Для данных Задач Я чуть-чуть Позже Расскажу Так У меня У меня Вопрос Ко всем Тогда В терфизе Потоки Изучаются Или нет Поток Вектора Через поверхность А Во Изучается То есть Супер Приспрощение Мне тут Видимо В соседней партии Ремонт делают Поэтому Сумно Немного Ничего страшного Да Хорошо Спасибо большое Я понял Да Да Давайте Обсудим Теперь Номалайзинг Слов Обеспечивает Общую статеррию Гибкого Вариационного Вывода В латинском Пространстве Что мы Используем При построении Вариационных Фректировщиков Но Ранее Пропекованные Примеры Плохо Масштабируют Сталлитетный Персонаж Большей Размерности А еще Требования Параллелизации Почему Почему Нам важно Требование Параллелизации Потому что Если мы Хотим Работать Достаточно Быстро А не Требования На каждую Итерацию То мы Хотим Разные Компоненты Врабатывать Параллельно Оно Оказывается Ограничение На Приорное Определение В частности Оно Часто Оказывается Просто Диагонально Нормально С другой Стороны Должно Достаточно Гибким Чтобы Приближать Истинное Определение Посмотрим Что Что у нас Получится В конце Вот Пример Который Показывает Что ИАФ Показывает Хаос Эффективность Видим Какое Получается Определенное Определение В Стандартном Вариационном Автокодировщике И какое С применением ИАФ Видно Что Богатство Больше Где у нас будут Обозначения Как обычно Х Вертел Дайм Примерных З Вертел Латент Примерных П З Генитивная Модель Для совместного Распределения Х Большой Датасет Как обычно Максимизирую Кадр Водобие Точнее Логарифм Вспоминаем Что Неучислимо Поэтому Применяется Вариационная Нижняя Оценка Конечно Это все Помнят Но давайте Посмотрим Еще раз На Вариационную Нижнюю Оценку Когда Мы Ее Максимизируем У нас Сновременно Происходят Два Процесса Максимизируется Сам Логарифм Который Нам И Нужен На самом деле И Минимизируется Диверенция Кудьба Лебера Между Вычислем Абсолютное Определение И Настоящим Собственно Это Тоже Нужно Потому что Она равна Нулю Для Одинаковых Определений Какие у нас Требования Абсолютное Определение Который З При Х Должно Быть Эффективно Вычислим И Дифференцируем Для Большой Размерности Вычисление Должно Быть Параллелизуем Отсюда Насограничение Настоящих Определений То С другой Стоя Должно Могло Соответствовать Истинному Определению Итак Какой у нас Подход Есть Немалазиум ЗОС Который Был Введен В статье 2015 Года Это я уже Запутался Простите Какую задачу Мы решаем Так Еще раз Мы хотим Насштабировать Насштабировать Немалазиум ЗОС На Пространство Большой Размерности Чтобы улучшить Качество Наших Автокодировщиков В частности Качество Генерации Картинок А Окей Так Я понял У нас есть Критерий Хорошо Масштабироваться Да Для этого Все Изотерий Да Я напомню Как у нас Выглядит Немалазиум Флос У нас есть Какое-то Начальное Изотнор И Доспределение Потом Последующие Вычисляются Обратимые Прорезонки Прорезонки И Когда у нас Все Кабианы Вычислимы То На последней Интеракции Можем Просто Вычислить Логарифм Толстности Оспределения Чего мы Хотим Но Сами Авторы Экспериментировали Только С весьма Ограниченным Смейством Где З Векторы У Это тоже Вектор И Как и W B Это Скаляр А Что Некто Нелинейность То есть Получается Что Применяли Некий Аналог Многословного Преструктиона Которым Только Один Ниран Но Чтобы Такими Обнаруживать Закономерности Высокой Размерности Нужны Длинные Спочки Не факт Что Что Удастся Поэтому Авторы Статьи Думали Применить Обратные Авторегрессионные Привозывания Почему Авторегрессионные Сейчас Увидим С ними Намного Лучше Намного Эффективнее Получается Вычисление А именно У нас При Для Моделируем Примерно У Получается Кодировщик Выдает Мю Сигма Эта функция Из вектора У В пару Векторов Мю Сигма Но Именно Из-за Авторегрессионной Структуры Мастер Саекоби Для данной Функции Является Нижнедреугольной С нулями На диагонали Откуда Как можно Вспомнить Курс Никита Извините Пожалуйста Я снова Потерялся Авторегрессионная Структура Чего Авторегрессионная Структура Автокодировщика Так Так Причем Здесь Авторегрессионная Структура Автокодировщика Ну Сейчас Автокодировщик Ну вот Давайте Забудем слово Автокодировщик И будем Говорить Главные Компоненты И будем Говорить Там Какое-то Ортогональное Например Прообразование Где Здесь Авторегрессионная Структура Я даже Я даже Эти два Слова Не понимаю Насколько Я помню Она в том Состоит Что Данная Функция Вектора Игрек Да Является Имеет Матрис Иглобии Нижнетреугольную Существуем На диагонали Так Обождите Обождите Игрек Это Это Что Было Только Что Икс Изет А Игрек Сейчас Игрек Это Просто Какая-то Обобщенная Моделируемая Переменная Ну Что То есть Это Зет Сейчас Не Связываться С Обозначениями Потом Просто Применим Те идеи Которые Здесь Будут Изложены Если Спросите Что-нибудь Никита Я здесь Честно говоря Запутался Что Спрашивать Это Хорошо Откуда Вопрос Первый Вы понимаете Что происходит Или нет Ну Более-менее Да Ага Так Тогда Расскажите Что такое Игрек Я немножко Выпал Минуту назад Вот Поэтому Не все Понимаю Давайте Тогда Будем Искать Того Кто Понимает Мотивацию Постановку И все Остальное Отчетливо Потому что Я запутался Давайте На предыдущий Слайд Вернемся Так Давайте Да Так Здесь Игрека Нет Никакого А еще раз Игрек Это просто Пример На котором Излагается Часть Да Так Сейчас Если Все Якобианы Вычислимы Якобианы Это мы Дифференцируем F Для функции F То есть Якобиан По всем Значениям Z Новая По Z Старому А Вот она Господи Вот она After Agress Хорошо Z Новая По Z Старой Откуда Появилась Тогда Ну Если Мы Хотим Вычислить Логарифм Z T Кукула Вот Z При условии X То Мы Соответственно Берем И Вычисляем Так Давайте Слушайте Где У нас Сейчас Где У нас Вот я В чем Запутался Что Что такое T Еще раз T Это Что Такое Т Это Количество Преобразований Которые Мы Применяем Одно За Другим Так Чего Мы Преобразуем Латентный Переменный Z А То есть У нас Есть Сейчас Вот Я Здесь Утанул Так У нас Нет T Это Просто Индекс Латентной Переменной А не Номер Функции F Номер Почему Индекс Нет Это номер Функции F Вадим Викторович Смотрите Давайте Я попробую Пояснить У нас В традиционном ВАЕ В обычном Вариационном Автокодировщике Мы В принципе Каким образом Там Можем В теории Улучшить Только в теории Улучшить Качество ВАЕ То есть Там Правдоподобие Модели Мы можем Сделать Энкодер Или декодер Сложней То есть Там Условно говоря Увеличить количество Нейронов На скрытом слое Или Увеличить длину Суперпозиции Ну да Вот В 2015 Году Предложили Другой вариант Когда У нас Сложность Модели Переходит Не из Энкодера И декодера То есть Модели Модели Которые По сути Детерминированы А На На уровень Скрытой переменной Латентной переменной То есть Мы Энкодер И декодер Оставляем Приблизительно Одной и той же Сложности Но Саму Скрытую переменную Уже Моделируем Не с помощью Там Условно говоря Нормального С какими-то Особенностями А Через нормальную Переменную Которую Мы Несколько раз Внутри Латентного Пространства Еще Преобразуем Нелинейным Образом И Оказывается Что Во-первых Такой подход Намного лучше Работает Чем Наворачивание Сложности Энкодера Декодера Ну Там В каких-то Экспериментах Во-вторых Для Такого Для Такой Случайной Величины Которая Уже Не является Нормальной А является Нормальной Под действием Нелинейности Можно Все равно Вычислить Вычислить Правдоподобие При условии Если Все Якобианы Будут Вычислимы И обратимы Вот По сути ЗТ Это у нас Нормальная Переменная Или еще Какая-то Переменная Из базового Какого-то Распределения Под действием Нескольких Нелинейностей Про которые Мы знаем Только то Что Якобианы И будут Обратимы И вычислимы Вот Якобианы ФТ Там На ФТ Олег 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 Спасибо Стало Яснее Так Теперь Надо понять Что такое Несколько А это Разве Не про то Здесь Что Если У нас Случайная Величина То есть Мы генерируем Случайную Величину Вектор Например Какое-то Скрытое пространство То мы Каждый элемент Генерим При условии Предыдущих Элементов Этого вектора Там что-то Такое Но это же Наш Метрополис Хастингс Да Это разве Не здесь Оно То есть ФТ Это Нет Здесь У нас З Это векторы Это точно Ага То есть Окей Хорошо То есть Это не про то Просто Я там Дальше Увидел Пиксель CNN И он Как раз Вектор Компонент Будет чуть дальше Я просто У меня слайды Уже слились В один Я помню Олег Что такое Часал же Чего Два часа Ладно Вернемся К Пусть на степле Есть переменная Обождите Что такое Несколько Нелинейностей Ну вот Каждая Нелинейность Это ФТ Где Т малое Оно от Единицы До Т большого Тогда непонятно Почему Вы говорите Что это не Несколько Автоэнкодеров Идущих Друг за другом Автоэнкодер Обычно Ну вот По крайней мере В интуитивном Наверное Моем понимании Это вещь Состоящая из Энкодера По сути И декодера Притом И энкодер И декодер Работают Как бы Снаружи Они не заходят В латентное пространство Они либо Погружают В латентное пространство Либо Декодируют Из латентного пространства А вот эти функции ФТ Они работают Уже Внутри Стохастики То есть Они применяются Уже к случайной величине Которую мы Сэмплируем У нас Энкодер Погружает Вектор Х В латентное пространство Декодер Должен Наоборот Извлечь Из латентного пространства А Эти преобразования Ф Они все Внутри Латентного пространства Действительно И обратите Внимание Что ФТ Она Все равно Имеет Некоторый Специальный вид Связанный Как раз С тем Что у нас Якобианы Должны быть Вычислимы Но здесь не написано По-моему Они еще должны быть Обратимы Иначе у нас Детерминат Там будет Где-то Что-то Будет Плохо С ним А Ну Ну Значит Якобиан Помолчание А Ну Да Вот И Собственно Поэтому У нас Тут Не Млп В обычном Смысле То есть Не Сигма На Омега Икс Там Условно Говоря А вот Зт-1 Плюс Юх И так далее То есть Оно Немножко Другое И Здесь У нас Есть Ограничение На Вид Функций Которые Можно Применять К случайной Переменной Я Понял В чем Здесь Путаница Смотрите Когда мы Говорим Преобразование Внутри Латентного Пространства И Обратимость Почему-то Считается Что Энкодер Он Снижает Размерность Хотя Это Необязательно Декодер Повышает Размерность Хотя Это Тоже Необязательно Давайте Представим Это Все В виде Ну Вот Суперпозиций Не Отображения А преобразования Пространства Одной Размерности И Тогда У нас Будет Цепочка Просто Вот Преобразований И Вот Это Т И Это Индекс Слоя Индекс Элемента Суперпозиции Вот В этой Цепочке Можно Ж Так Тогда Сделать Можно Да Ура Все Тогда Все Понятно Абсолютно Так Теперь Надо Понять Что Так Что Мы Почему Дифференцируем Мы Дифференцируем По параметрам Как всегда Как всегда Да В данном Случа З Новая По З Ставим З Новая По З Если Мы Хотим Так А Как Что Дайте Дайте Мне Формулу Какую Нелинейные Это Что Ну Вот Например Как тут H Может быть Сигмоида Так H Сигмоида Нелинейные По Z Смотрите Когда мы Говорим Линейные Или Нелинейные Модели Мы Всегда Говорим Линейные Относительно Параметров У нас H Это Просто Какая-то Нелинейная Функция H У нас Одно Число И Одно Число Возвращает Допустим Сигмоида Или Тангенс Или Может Быть Даже Гелло Не Знаю Так То 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 Мы Здесь Говорим Что У нас Она Линейная Относительно Сейчас Дайте Сообразить Чего Это У нас Скалярное Произведение Здесь И Сейчас B Это Что Это Скаляр Или Вектор Еще Раз B Это Скаляр Или Вектор А Ну И Славно То Нам Без Разницы От W Или От Z Но В данном Случе У нас Линейная От Z А Тогда Это Мы Можем Строго Назвать Тоже Били Линейным Почему Линейная Она Нелинейная Да Да Спасибо Линейная Но Сама А Создает Нелинейность Она Для того Тому Нужна Так Окей А что Так Что такое U Еще раз Вектор Какой-то Настраиваемый Параметр Настраиваемый А Это Настраиваемый Параметр Так Сейчас А H Это Скаляр H Это Скалярная Да Зачем Надо Вектор Умножать На Скалярную Функцию Ну Чтобы Это Была Функция От Предыдущего Z Нет Это Грубо говоря Некоторый Весовой Коэффициент Который Зависит От Предыдущего Z Мы Считаем Перед Вектором При При этом Z Свернут В Скаляр Вектор Z Т-11 Свернут Скаляр И мы Его Как Вектор Нигде Больше Не Видим Пусть Будет Так Да Почему Не Окей Еще Потом Это Все Да 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 А Так Да Он Свернут А Ты Сейчас Не Будешь Про Дифференциальные Уравнения Рассказывать Еще Я Про Уравнения Не Буду Просто Очень Интересно Вот Почему Такой Тоже Поясняется Ой Было Вообще Вот Прямо Здорово Было Просто Что Вот Эту Штуку Можно Интерпретировать Как Решение Дифференциального Уравнения Если Посмотреть То У нас Z Т Равно Z Т-1 То Как Будто Дифференциал Да Ну Вообще Да Было Интересно Но Это Рассказывал Исаченко В прошлом Году Это Что Еще Раз Исаченко Рассказывал В прошлом Году А Исаченко Рассказывал В прошлом Году Окей Хорошо Ну Ладно Так Давайте Дальше Что У Нас По Крайней Мере Да Вот Более Менее Теперь Понятно Что Происходит Пусть У нас В Допустим Маде Или Пиксель Снр И В них Уже Моделируется Применная Y Моделируется Она Последовательно А Именно Формулы Указаны Y Нулевое Это Какое-то Мю Все Мю Эпсилон Эпсилон Понятно Самплируется Мю И сигма Это Параметры А точнее Параметризуемые Функции Y Нулевое Просто Мю Ноль Плюс Сигма Ноль И Псилон Ноль А Каждое Следующее Вычисляет Предущее Потому Что Еще Скажу Мю И сигма Это Настраиваемые Функции От Предыдущих Компонентов Y То есть Как мы Помним Изобретение Афрегрессионной Модели То Значение Зависит От Предыдущих Значений Иногда Все-таки Действительно Стрелочки И Коробочки Важны Так Y Это T На Предыдущем Слайде Нет Ну Нет Потому Что Y Это От 1 До D Не То Нет То Спрос Слайды Конечно Нужны Так Тогда Я не понимаю Откуда Здесь Автор Агрессии Появилась Снова Я рассматриваю Просто Внутренность Грубо говоря Внутренность Откредировщика Так Внутренность Это переменная T Мы Прошли Вот Дайте Шестой Слайд Какого-то Другого Обожди Обожди Вот Можно Прошлый Слайд Шестой Никит Шестой Слайд Дайте Пожалуйста Так Вот смотрите Еще раз У нас Z T И мы Говорим Что у нас Есть T Большое Преобразование Внутри Латентного Пространства И вот Это Мы Называем Внутренностью Автокодировщика Правильно Да Так Сейчас Нет Вот Здесь Вообще Не Осматривается Латентное Пространство Здесь Пока Речь Идет Просто О Том Как Происходит Семплирование В Гауссовых Автокодировщиках Так То есть Y Это Наш X Если Это Семплирование Мы Мы Ж X Семплируем Вот Здесь X Например Да Давайте На это Просто Смотреть Как На То Чем Мы Потом Будем Пользоваться Но Что Не Имеет Прямого Отношения Как Сам X Так А В смысле Окей То есть Мы Шестой Слайд Обсудили Так Про Него Забыли Мы Вспомнили Как Устроены Normalizing Floals И Вот Сейчас На Седьмом Мы Строим Inverse Autoregressive Transformation Чтобы Потом Применить Его В Наших Новых Потоках Смотрим Что у нас Есть За Такое Преобразование Давайте Посмотрим After Agressive Transformation Сейчас Обождите Где у нас Здесь Авторегрессионная Матрица Которая Обращается У нас Есть Y Ну Если Я Вычисляю Y Через Epsilon Просто Тут Последовательность Уравнений Понятно Что Это Все Можно Выписать Все Уравнения В Одну Систему И По ней Построить Матрица Давайте Посмотрим Вот На Что Что У нас Каждый Y Зависит Только От Предыдущих Y Согласны Ну Окей Трудно Спорить Ну Хорошо Почему В смысле Насчет Только Несогласны Ну Потому Другие Там Не Не Появляются Просто Просто Что Что Y Криты Зависит От Предыдущих Но Тогда Давайте Заметим Что Что Y И Можем Выразить Через Через Что Через Y И И Y Все Меньше Чем И Ну Соответственно Мю и Сигма Которые Зависит От этих Y Тогда вот эта запись здесь все понимается по компонентам. Но тогда можно заметить, что данное преобразование вычисления ε по y оно является проваливизуемым, потому что все компоненты вычисляются независимо друг от друга. Ну и ребенок у него тоже соответственно вычислимый. Давайте посмотрим на устройство EAR наконец-то. Вот схема. Соответственно по примеру выдается крировщик выдает σ и μ, потом из симплированного ε строится z первый и потом на каждом шаре строится следующий z шаг у нас какой? принимает h и z h это изначально выход от крировщика, потом в трагерсионной нейросети получает свои σ и μ, из которых строится z формула рикса. Никита, можно тебя попросить еще раз вернуться на прошлый слайд? Можно. А h где здесь используется вот в EAR? в трагерсионной нейросети. Вроде как. Просто по формулам непонятно, я поэтому уточню. Здесь надо все формулы просто привести к единым обозначениям, потому что y это точно x. это вот прямо строго так. Это точно не x. Как? Нет. Ну вот иначе просто не сходится вообще повествование. y это абсолютно точно x. y другого здесь нет. у нас здесь всего есть четыре переменные x, h, epsilon, z. Так. Можно еще раз назад слайд? Sorry. Да, да, да. А теперь вперед еще раз. Sorry, что нет. z это y. Скорее, да. По формулам z y. Смотрите, это послойная конструкция. У нас epsilon, видите, вот прямо видно, да? z это функция от epsilon, h это функция от x. Вот. h это функция от выхода от кодировщика. ну, а выход в автокодировщик это функция от x. да. Вот. И что мы получаем? У нас есть, смотрите, детерминированная часть, да? Это линейное преобразование, а может быть не совсем линейное, если вы говорите там про t шагов, но оно детерминированное. Да. И у нас есть x, это детерминированная неслучайная величина. Вот. Дальше что мы получаем? Мы получаем z или y. z. z равняется y тождественно как детерминированная величина x и случайная величина ε. и и дальше мы с этим z работаем. Как со случайной величиной делая те же самые преобразования и работаем с h как не случайной величиной делая те же самые преобразования. Ну вот то, что я понимаю здесь. Если я не прав, то скажите мне об этом. так. Хорошо. Давайте тогда ну фосфор. Я правильно понимаю ситуацию или неправильно хотя бы скажите? Вроде похоже на то. Блин, нет, давайте. А почему h? Мы над h не делаем те же преобразования. А, вообще да, на h мы при условии h, ну то есть мы делаем z преобразование на z при условии h просто. Да, h просто в разные переходит одна и та же. Да. Не меняется в них. Ну, так, хорошо. А какой тогда смысл вообще ваш? Почему мы, смотрите, почему мы не можем тогда везде вот эти стрелочки штрихпунктирные, да, поставить от x? Это же не случайная величина. И нам нас интересует просто какое-то вот пространство регулярно процемплировать. То есть нам и тогда переменная h вообще не нужна. Нам везде x нужна. Ну, не знаю, возможно. Ну, h это просто x это непонятно что, а h это некоторое представление векторное. Вероятно. А можно еще раз назад, назад, там праж ничего нету, да, у нас вроде? Да, сейчас, мне еще непонятно, вот откуда вот эта авторегрессионность сделалась, такие. Вот. Вот авторегрессионная, заметьте, да, означает у нас детерминированная. В авторегрессии случайной величины нет. Опять же, вспомним курс статистики. Это значит, что вот x она просто либо является точкой фазовой траектории, либо имеет, ну, вот какую-то периодическую природу. x, x, не z, а x. z на авторегрессию приходит. z приходит на авторегрессию, а x его раз его взяли на вход и все, больше он не участвует. Мы x заэнкодили, потом энкоденный x прогоняем через авторегрессию, то есть уже энкодер x прогоняем через авторегрессию и получаем z-ки разные, z-т-ты. Так, окей, z. Случайная величина состоит из неслучайной и случайной составляющей. Ну, вроде да. Да. Это случайно, но неважно, она все равно изна... Вот, да, заметьте, что так как эпсилон была у нас взята из нормального распределения, да, то есть эпсилон взята из нормального распределения, авторегрессию там строить бессмысленно, вот, в z мы уже строим авторегрессию, а z это функция от эпсилон и x. И так мы снова пришли к тому, что x у нас почему-то авторегрессионно. Во-первых, почему? Вопрос. Почему авторегрессионно это вдруг? Хорошо. Откуда у нас тогда авторегрессия взялась? Мы ее... Мы авторегрессионно нейросеть включили в модель. Откуда она взялась? Мы ее включили. Так. Здесь вот единственное объяснение, это вот объяснение Олега, наверное, про вот эти внутренние автокодировщики. Я снова здесь вижу индекс t и вот эти внутренние автокодировщики с индексом t. Олег, помогите, пожалуйста. А вообще эти автокодировщики, я понимаю, Олег сказал их называть не... не корректно. преобразовав... Ну, хорошо, преобразовав, пожалуйста. Я вообще вот за какие-то простые термины, которые нам известны там из первого курса вообще, из линейной алгебры, метод главный... Ортогональная матрица даже, не метод главных компонентов, а ортогональное преобразование, пожалуйста. Можно спросить, Никит? Здесь кажется, что вот это t это не t как бы относится к авторегрессии, что у нас авторегрессив nn получает z и делает преобразование над компонентами z. И там заключена авторегрессия, и там она нужна для того, чтобы потом якобиан легко считался, чтобы он нижний треугольник был. А вот эти тэшки это просто номера слоев, типа того. Это ровно так и есть. Это вот на пятом слайде, да. Это слегка путает. Да. Действительно пятый слайд? Вот можно сделать на пятый слайд? Вот, вот, вот. Нет, сейчас. Нет, следующий слайд. Вот этот слайд, это какой номер? Шестой. Ага, ну вот то-то t, это вот это t. Это количество шагов. Там t такое же. Просто двойное суммирование, только всего. Не понял про двойное суммирование. А zt получается с помощью авторегрессионного преобразования, которое закондишненено на заенкоженный x. Прошу прощения. Не, серьезно, слушайте, давайте просто говорим всем проще. Что последнее было? Мне кажется, может быть. Давай по-моему на алгоритм. Можно станет чуть яснее. Так, что у нас происходит? У нас есть x. Как только такое дело, алгоритм, все яснее становится. Я был прав. Слушайте, друзья, объясните мне вот этот феномент. Андрей, Андрей, вот эту мысль развейте для меня, пожалуйста. Почему это так? Потому что есть последовательность действий, который нужно сделать над исходными переменами, чтобы получить финальный. Мы можем видеть прям степ-бай-степ. То есть прямо как в армии, когда, например, солдату говорят, так, пять шагов вперед, семь шагов назад. Да-да-да, сразу мой представитель. И восемь шагов вокруг себя? Получил такое пространство. А вот здесь я сделал вот так. Получил вот такое. Хорошо. Вот здесь такое, такое, такое. И последовательно есть просто конкретная последовательность действий, которую нужно сделать. Ее можно в голове представить, и ты понимаешь, как это работает. Ну, лично для меня, я не знаю. Серьезно? Вот я когда был солдатом, мне, например, всегда не было понятно вот эта последовательность шагов. Мне было понятно следующее. Скажем, идем в кино. О, это понятно. Идем в столовую. А дальше уже из этого проистекает последовательность шагов. Серьезно, не наоборот. Да, извините, Никита, давайте дальше. Да, давайте посмотрим. Ну, понятно, что x – это вектор данных, θ – это программ этих сети, encoder – это одна сеть, которая обычная автокодировщика, у которой дополнительный выход h, тот самый. Автокрессионная сеть – это автокрессионная, принимает z, h, тот самый выход автокрессионного и параметр это, а выход в нее векторы, ну как там были, μ и σ, ну просто здесь в алгоритме они обозначены m и s. Результат это у нас z, это сэмпл из q, то есть приблизительного обоснованного распределения, и l, то есть скаляр, логарифм, предоподобие на сэмпле z. Что происходит? Автокодировщик выдает нам μ, σ, ой, m и s, да, чтобы не было пуганицы, просто обозначены μ, σ, это те, кто на выходе автокодировщика, m и s, те, кто на выходе автокодировщика модели. Значит, работает автокодировщик, сэмплируется ε, потом вычисляется первая z из данных μ и σ от автокодировщика, присваивается значение loss, потом на каждом шаре, на UDT, работает автокодировщик, авторегрессионная сеть, что происходит на шагах, где сигма, где вычисляется сигмоида, и потом z. Дело в том, что авторы выяснили в эксперименте, что для вычислительной устойчивости того, что там происходит, нужно применить такой же метод, как и применяется в сетях LSTM, чтобы избежать… Какая формула не совпадает вот здесь и на предыдущем слайде? А, что не совпадает? Ну, можно назад? Секунду. Ну, здесь z равно μt… А, сейчас. Нет, все совпадает. А, тогда я не понял. Вроде Викторович спрашивал про случайность, там же никакой случайности нет. Как это нет? Один раз, когда мы первую z-ку посчитали недетерминируемой, а далее все… Ну, то есть z0 считаем недетерминируемой, а все остальные… Все остальные просто… То есть все преобразования внутри авторегрессионной модели недетерминированы, ничего не противоречит. Да, об этом и речь. Мне что-то просто казалось, что там была сигма-эпсилон. Вот z равно… Нет, потом сигма-эпсилон? Вот не, я вижу, потому что я тебе это неправильно прочитал. Тогда вроде ничего не противоречит. А поясню вот эту строчку с сигмоидой. Как в LST были такие проблемы, как клане или взрыв градиентов. Также и тут авторы добавили такое же преобразование, чтобы этих проблем избежать. Вот и все. Владимир Викторович, а можно по поводу вот этого эпсиона, почему там в авторегрессии нельзя, чтобы вход был зашумлен, и вот это не понял чуть-чуть на самом деле сейчас? Я на самом деле не понимаю две вещи. Первое. Зачем нужна авторегрессия или откуда она взялась? И второе. Что такое поток и вот этот флоу, и где он здесь? Вот это как раз по шагам, окей, каждый шаг мы узнаем. Но мотивации нет, меня вот это смущает. Авторегрессия нужна, по-моему, для того, чтобы якобиан получился нижнедреугольным и вычислялся легко. Ну, я про это говорил. Хорошо, а зачем нам нужен вообще якобиан? Ну, потому что якобиан, он получает обратное преобразование и логарифик родоподобия. Так, окей, зачем он нам нужен? Зачем нам нужно там обратное преобразование? Ну, чтобы иметь возможность это вычислять, чтобы, соответственно, действительно решать нашу задачу оптимальным путем. Вот, смотрите, самую разумную мотивацию сказал в самом начале Олег. Вот, что у нас есть несколько способов повысить сложность моделей и, ну, как следствие, да, повысить точность аппроксимации. Это либо повысить размерность пространства скрытого, либо увеличить число элементов суперпозиции, то есть сделать несколько автоэнкодеров друг за другом, пусть даже скромной, размерности пространства. Либо, а вот дальше вот этого «либо» я не понял. Либо, ну, все равно увеличить число автоэнкодеров. Вот это очень хотелось бы определить. Либо сделать более выразительным скрытым скрытым пространством. Для владельца пространства. Но… Ну, так это то же самое, что увеличить число автоэнкодеров, елки-палки. Там просто проблема в том, что… Не совсем, потому что… Да, Никит, давай, ты первый. Не совсем, потому что в том случае они применялись все последовательно. Ну. И это могло быть довольно плохо. А в этом случае они применяются… Если мы увеличим размерность слоэнкодерного пространства, берем несколько энкодеров тут, они как бы параллели. Ничего не понял. Почему они параллели? По-моему, поинт не в этом. По-моему, поинт в том, что у нас Z изначально в обычном автокодировщике нормально распределен. Мы хотим это распределение сделать более выразительным. Чтобы мочь сохранить как бы возможность аналитически выписать распределение и посчитать там по нему правдоподобие и всякое такое, мы используем определенные именно преобразования потоки, чтобы было обратной. И еще и авторегрессионные, чтобы детерминант был нижним треугольным, и мы его хорошо вычисляли. Получается, у нас есть энкодер, потом внутри преобразования латентного пространства есть Z, T, T, последнее, а потом декодер. Так вот, по Z, T мы можем что-то вычислять по части правдоподобия, несмотря на то, что мы провели через большое количество параметрических преобразований. А можем вычислять, потому что у нас детерминант, что это обратимое преобразование. Только из-за этого и мы можем вычислять, исходя из Z, правдоподобие, связанное с X, что у нас все эти преобразования обратимы, и мы умеем легко вычислять от них декабианы. Это кажется разумным. Здесь надо тогда вот вспомнить вот про что кто-то, Андрей, по-моему, или Томас, вы говорили, что есть какая-то статья про дефуры и вот эту конструкцию. Кто говорил из вас, я не помню. Да, это в принципе в похожем контексте, в контексте потоков про дефуры тоже можно рассказывать. Да, в принципе, даже понятно, откуда они берутся, потому что если мы вот в этом варианте, в самом простом... Да-да-да, вот-вот здесь, да. ...почтем Z-1, то слева получим, по сути, производную дискретную. Ага. Z-1. Ну да-да-да. И производная равна какой-то функции, ну да, действительно, это дефурт. Есть что-то подробнее? Киньте ссылочку, пожалуйста, или давайте обсудим следующий раз. А я могу вам сделать видео Исаченко, что он в прошлом году нам рассказывал. А, это Исаченко лекция. Ну да, давайте. Ну не это, а про дефуры имею в виду. Ага, скиньте, пожалуйста, ссылочку. Сейчас я скину. Окей, если тогда рассказывал, то тогда смысла нет особого. С алгоритмом вроде разобрались. Так. С тем, как работает, с мотивацией. Окей, да. Да. Так. Ну и посмотрим на то, какие были результаты экспериментов. Ну, во-первых, на МНИСТ, на цепи МНИСТ, измеряли авторы логарифм подобия, ну и нижнюю оценку. Как для традиционных методов, так и для нового. Оказалось, что новый метод с большей глубиной. Обождите, Никит, вот здесь написано, деф равняется 248 и вид 320920. Это что такое в наших терминах? Это T большое? Нет, насколько я понимаю, это просто параметры той внутренней сети, которая туда входит. Ну, что за параметры? А, так. Ну, вот смотрите, еще раз. Если деф равняется 2 или 8, это вот T большое. Где здесь авторегрессия, тогда по-другому? Вот, по-моему, width – это гиперпараметры того авторегрессионного преобразования, которое на каждом шаге применяется. А depth – это количество слоев. Итак, это T большое, значит. Слушайте, верните, пожалуйста, на пару слайдов и покажите вот еще раз. Да, стоп. Так, вот у нас есть через… Да, вот здесь есть тоже T от нуля до T большого, да? Где здесь T большое на верхней картинке? На верхней картинке, ну, количество… Это же не количество квадратиков белых. Это T большое спрятано внутри каждого белого квадратика. Правильно или нет? Нет. Белый квадратик – это вот он нарисован, это один шаг и ав. Так, это один шаг и ав. Так, T большое – это количество белых квадратиков. Да. Ура. И это то же самое, что и depth – глубина в той табличке, которая в конце. Ну, и почему-то я думаю, что это скорее виз, а depth – это глубина самой нейросети. Стой, что у нас? 1900 квадратиков быть такого не может? Ну, почему-то 2, 4 или 8 квадратиков. А виз? Да. Как раз не исключено. Нет, виз, мне кажется, это как раз какое-нибудь там количество нейронов или синапсов или что-нибудь такое. Ну, вот правильно. Это размерность авторегрессионной матрицы. Ну, да, наверное. Вот. Или по-другому это глубина логирования в терминах авторегрессии, если хотите. Сейчас, обождите. Нет, здесь… Не-не-не, я здесь в рулом. Это же они… Да, это размерность признаков пространства. Да, хорошо. Ой, а вот там красиво, я вот жалко, ни хрена не видно. Левом, в правом нижнем углу. Чуть такое там нарисовано. Так, елу, лейер, прайер, z. Вот там z, мне нравится буква z, да. И снова елу. Вот это что такое? Что там нарисовано? Это просто схема той сети, которая тут использована. И вот этот квадратик, прямоугольник правый, это просто более подробно выделенный прямоугольник слева. Так, вот этот квадратик, это… Сейчас. Это то, что происходит на каждом шаре вот тут. Это то, что два слайда назад было белым прямоугольником? По идее, почти да. Ну окей. Ну и видим, что результаты у IAV оказались лучше, чем у других моделей. Ну, как всегда, чем сложнее модель, тем лучше результаты. А вот еще, что интересно оказалось, измерили, сколько нужно битов на размерность для разных моделей. Понятно, что это влияет на качество восстановления. Вообще, чем меньше, тем лучше, потому что… И оказалось, что для IAV и IAV, оно оказалось лишь немногим больше, чем для традиционных сетей. Но при этом… Но при этом… Но при этом… Но при этом… Эрмит сэмплирует изображение за 0,05 секунды, а пиксель нет, допустим, за 0,52 секунды. Чего хотели добиться при сравненном качестве, увеличить скорость сэмплирования. Скорость у нас от чего зависит? Как раз таки от возможности выполнять те или иные сложные операции параллельно. Здесь этого добились. Собственно, в чем смысл результатов? Сложный новый тип потоков, который хорошо масштабируется в ладенце пространства большой размерности. И проведены эксперименты, которые показывают, что подход эффективен. Результаты близки к наилучшим, а сэмплирование намного быстрее. Спасибо, спасибо. Внимание. Потому что все. Андрей, спасибо за ссылку. Олег, вы не скинете вот эту статью, в которой про букву Т рассказывается? Про букву Т – это, наверное, статья, на которую здесь Никита ссылается как раз. С 2015 года. Это вот эта, да? Нет. На ту статью ссылка есть в исходной статье, про которую я писал. Давайте я ее найду и скину. А, подождите. Если это под тем статьям, которые я указывал, то у меня она есть. Я же все эти статьи выбирал. Соответственно, так она и называется, как доклад. Можно еще пояснить? Я, может быть, не понял одну штуку. Это слово inverse. Что это значит? Inverse – это обратный по-английски. Ну да, просто в словах умо уже содержится образование приобретения. Ну, там вот… Потому что используется обратимое приобретение. Это все. В чем вопрос остался? Ну, типа, Олег говорит, что… Ой, говорю, Олег. Томас говорит, что поток – это и есть обратное преобразование. Твои смысл потоков. А, и что это тогда за татология inverse flow? Ну, просто… Нет, поток – это не обратное преобразование. Это как раз преобразование, которое имеет обращение, скорее, да. Ну да. Ну, то есть, еще значит inverse flow. Ну, ладно, да. Ну, типа, такой вопрос, типа, был. Так авторы назвали, что я могу сказать. Окей, да. Хорошо, Никит, спасибо большое. Ну что, тогда до следующего раза с Алиной и… А там, на самом деле, баг на машин-лернинге, и там чуть-чуть и правильное расписание. Актуальное расписание на машин-лернинге на Google Диске было самое-самое новое. Ага. Если открыть, то сейчас, секундочку, я покажу. Я не знаю, могу расшарить-то просто или даже… Ай, просто так скажу. Расшарь, да расшарь, да расшарьте, ага. Давайте расшарь. Я сплошет открыл, а не с… Сейчас, секундочку, я одну… Пять секунд еще. Ага. Все, открыл. Скрин сейчас. А, секундочку, тоже Safari. Так вот, вот здесь просто более актуальная версия. И сегодня как раз только Никита должен быть, а Алина на следующий раз. А, понятно. Ну, то есть она и запланирована на следующий раз. Так, это 18-е, и это единственный доклад. А на Вицке и не должен быть, уже он рассказал в прошлый раз. Окей, да, да, да. Андрей, а где ссылка на эту таблицу? Просто на машин-лернинге вроде ее нет. Есть, есть, в самом начале, да. Я не помню. На самом деле, я машин-лернинг тогда пофиксил немного, а потом еще раз изменения были буквально через несколько. Ой, Андрей, спасибо. Друзья, загрузите, пожалуйста, все доклады туда, ладно? Не выделю. Я просто сегодня что-то сюда посмотрю. Я посмотрю, на машин-лернинге просто там неверное расписание. Так, Никита рассказал. Выделю, что рассказываю. Ага, да, спасибо. Удобный, так. И, да, на машин-лернинге, на самом деле, чуть не актуальное расписание. Я, наверное, его сегодня поправлю. На самом деле, на машин-лернинге просто его сложнее править, потому что там сложнее сроки переносить. Вот, да. Чем вот здесь. Тут как бы все намного проще. Да, и поэтому здесь немножко неправильно пофиксил. Ну, то есть вот здесь не соответствует. То есть вот до сюда соответствует, до 28-го, а после 4-го здесь не соответствует. Ну, по крайней мере, Алина... Ой, вот это вот здесь должно быть. Вася рассказывал, 28-го со мной. Это три доклада делает. А Алина должна быть здесь. Ну, небольшое несоответствие, но есть. Вот, и на самом деле, на следующий раз еще, ну, Исаченко вот, а потом не выбраны докладчики вообще в ElectroRaven. Да, окей, да. А, и вот марка не было тоже, на самом деле. Надо его отсюда перенести подальше. Вот, и тема вот здесь, да. Вот, Томас, как бы сказать. Да, да, там, Томас. А что Томас рассказывает? А вот, видно мой экран, да? А, про обучение с подкреплением? Задача, оценка объема выборки, задача обучения с подкреплением, да. Ну, вот, да, это, кстати, вопрос-то открытый. Я не уверен, что вообще про это только кто-то писал. Вот, Томас, что скажете? Томас пропал. А где он, Томас? Нет, здесь он, Томас, да. У него, вроде, какой-то телефон звонил, наверное. Так, Вадим здесь еще где-то был, тоже ушел. Он должен был, он куда-нибудь записался, нет? Ой, а я представил, да, там есть, Вадим. На какое число он записался? 2 декабря есть. Ох, 2 декабря. Напишите ему, так, это первый доклад, да, а второй доклад? А второго нету. Это по практике, как раз? Или по теории, по теории, наоборот? По теории. Угу, практики нету. Напишите ему, чтобы он записался тогда на следующий раз по теории. Ага, окей. Нет, в следующий раз Алина по теории. Ну, я думаю, ничего страшного, если будет два теоретических доклада. Ну, я согласен. Но ему еще практику надо, на самом деле. Вот здесь. И тогда, вроде бы, все доложатся, кто ходил, был. Ага, хорошо. Так, все, тогда у нас, да, на сегодня? Меня срочно отвлекли, на меня ругался злой курьер. Томас, ты готов рассказывать про оценку объема выборки и задачах обучения в подкреплении? Я хотел рассказывать про то, что вот мне Вадим Викторович новое дал, и для этого нужно с ним поговорить. А, да, с удовольствием. Тем более, что сейчас есть еще один джентльмен замечательный, который довольно много сделал по сферическим представлениям всяких экспериментов. И дошел ровно до того же вопроса, который я вам задал. Про сферические гармоники и одномерные эмбеддинги. Как вас зовут? Денис Тихонов. Вот, это парень, который поступил на нашу кафедру. Он интересовался временными рядами, и мы с ним договорились, что он занимается функциональным анализом данных, как раз продвигает эту тему. Хотите, спешите с ним. В принципе, я готов вот прямо. И он ровно сейчас копает в эту сторону литературу, и мы сидели с ним в прошлый раз, ломали голову, где бы взять готовую прикладную работу на тему представления, представления вот какой у нас есть сферическая функция или сферическая гармоника какая-то, в пространстве произвольной размерности, там не обязательно, как обычно, там три, в которой легко найти саму траекторию, как одномерную конструкцию. И думали там про спутники, или думали про частотную, частотную, или там амплитудную модуляцию в радиоэлектронике. Вот что-то в этом духе. Я не находил про пространство размерности больше, чем три, но в трехмерном там много разных приложений видел. То есть много сенсоров считывает как бы сферические данные. Ну да, 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 да. Вот с удовольствием бы обсудили бы литературу, которая на эту тему есть. И я могу сейчас сказать, извините, пожалуйста, все, что мы сейчас с Томазом. Так. Так.